Так, коллеги, завершаем наш сегодняшний день в факультет Монтовран. Мне так нравилось это название, когда мы придумывали, и вот я его так редко сегодня произношу. Наш последний профессор Монтоврана сегодня это Янина Юмашева, Яна Юмашева, которая является бессменным представителем отеля Universal. Замечательных отелей, 8 ярких жемчужин. Вот, пожалуйста, Яна, предоставляю тебе эфир. Спасибо, что приехала к нам. Я отдаю тебе эфир и присоединюсь чуть позже. Ира, спасибо большое. Я сейчас надеюсь, что единственное, что у меня получится с этого компьютера, поширить экран, но вроде должно получиться. Надеюсь, что вот. Как у меня презентацию видно, верно? Да, теперь смотри, сверху, возле шестеренки справа есть вот такой вот это вот, да, стрелочка вот эта. Так, отлично. Сейчас я посмотрю, в какую сторону у меня все. Я поняла, в какую сторону. Все работает. Отлично, коллеги. Но если меня слышно-видно, я не задерживаюсь, начинаю свою речь. Мне ограничили время сегодня. Но я хочу сказать следующим образом. Я поподробнее расскажу про самые ходовые отели. Как мне подсказали, это Курамати, Дигали и Курумба. Ну, в общем-то, Велосару тоже плюс-минус. А про остальные отели, наверное, очень коротко о самом главном, чтобы мне уложиться в отведенное время, чтобы вам совсем не устать, чтобы послушать как минимум хотя бы самое такое, наверное, важное, про самые продаваемые отели. Я не стесняюсь так сказать, потому что, действительно, это еще случилось до меня, это не то чтобы моя заслуга. Отели Universal, мальдивская цепочка, действительно, как-то так исторически сложилось, очень популярные на нашем рынке. Так вот, такое небольшое вступительное слово. Сначала, на всякий случай, еще раз, меня зовут Яна. Я нахожусь в прекрасном офисе наших партнеров Resort Holiday. Обожаю этот офис, очень комфортный, очень красивый. И сейчас попытаюсь вам рассказать про все восемь отелей цепочки Universal Resorts. И я выстроила свою презентацию сегодня таким образом. Мы от самого такого простого к самому непростому пройдемся. То есть будет следующее, опять же, может быть, для тех, кто смотрит в записи или там и захочет перемотать, то у нас последовательность будет следующая. Курамати, Курумба, Дигали, Велосару, Кандолу, Кувафенфуши, Барас, Милайду. У нас вот в цепочке Курамати – это единственная четверка. Дигали с Курумбой у нас такие, вернее, Курумбы начального уровня пятерка. Дигали, Велосару – стандартные пятерки. Кувафенфуши, Милайду и Барас – это три таких люксовых отеля, но совершенно разных по атмосфере. А Кандола у нас такая очень-очень маленькая, прям малюсенький остров, пятерочка с плюсом. Вот таким образом. Давайте тогда, я думаю, что, может быть, конечно, кому нужно, можно сфотографировать данный кадр, опять же, чтобы осталась память и запомнилась, с чем можно ко мне обратиться. То есть вы работаете, вы бронируете через Resort Holiday, ко мне можно обратиться по любым каким-то вопросам. Итак, первые три отеля, коллеги, у нас чуть поподробнее. Мы будем набирать скорость, я, точнее, буду набирать скорость ближе к концу. Соответственно, тоже еще зависит от ваших вопросов, буду на них с удовольствием отвечать. Начнем с Курамати, наша единственная четверка в коллекции. Яночка, я тебе, простите, задам только одно. Как будем отвечать? Сразу после каждого отеля? Я бы сделала, да, я бы прямо после каждого отеля. Потому что кто-то, может быть, под конец отцепится, да, когда там пойдут отели, может быть, ну, мало ли, да, может быть, так будет логичнее, правильнее, сил не бесконечно. Говори, когда заканчиваешь, я все вопросы собираю и буду задавать. Отлично, да, пройдемся по Курамати, коллеги. Курамати – это один из таких, наверное, ну, тоже уже, в общем-то, легендарных отелей на Мальдивах. Курамати впервые появился в 75-м году. Естественно, реновация там была в разные годы и разного тоже формата совершенно. Сейчас это, на данный момент, это отель четверка, четыре звезды. Вот, но забегая вперед, скажу, что Курамати, он очень, конечно, контрастный. Там, если вы своего гостя поселите в повышенную категорию номера и возьмете ему питание all-inclusive максимальный, который включает все 12 ресторанов, а 9 из них а-ля карт, это такая прям уже, это совсем не четверка, это уже пятизвездочный сервис, пятизвездочные кухни, то у гостя будет полное ощущение, что он живет в пятерке. Поэтому тут как бы Курамати, это такое два в одном или даже три в одном по разным параметрам. Начну, естественно, общая информация, обязательно повторюсь для тех, кто, может быть, не помнит или не знает. Курамати у нас находится в Разду от Оли, это строго на запад от Мали. И здесь два варианта, как мы добираемся, как ваши гости добираются. Это лодка, заявляем официально полтора часа, на самом деле она идет быстрее, но я советую как бы лучше говорить гостю, что полтора часа, потому что это от погоды зависит. Но меня, например, в последний раз, когда я была, везли час 07, то есть, в общем-то, вот так. Либо гидросамолет 20 минут, то есть ваш гость выбирает сам, как ему больше хочется. Нужно обязательно иметь в виду, что лодка ходит три раза в день по расписанию в одну сторону и три раза в день в обратную сторону. То есть тут мы под гостей, как бы мы плюс-минус, конечно, эти лодку подстроили под, как это называется, под международные рейсы, но тем не менее, как бы бывает, что лодку приходится ждать. Это нужно иметь в виду. На всякий случай. И если ваш гость выбрал лодку, то ожидание будет происходить в аэропорту, не в каком-то приватном лаунже, а просто в аэропорту. Это тоже такие нюансы, может быть, не самые, ну, как бы жизненные, в общем-то. Вот. Так вот, сам Курамати. У нас двухкилометровый остров. Вот так вот зеленый такой, очень зеленый. Сейчас хочу сказать сразу про его природу. Этот двухкилометровый остров заканчивается такой вот на левом верхнем кадре, косой, уходящий в океан, уходящий в закат. Коса уходит аж на километр. Можно уйти в океан, можно уйти в закат. Невероятное место, потому что там же, собственно, садится солнце. Когда садится солнце, туда прям хочется идти. И у тебя все небо либо красное, либо розовое, либо оранжевое. И вот это вот, если вот, скажем так, условно говоря, Курамати разделить пополам, есть такая широкая часть, есть узкая часть. Узкая часть – это такие классические Мальдивы, цветочки, деревца, кустики. А вот широкая часть, знаете, напомнила мне тот же остров Бали в Индонезии, либо это Таиланд. Ну, в общем, это прям такие вот справа, снизу два кадра. Это такие прям буйные джунгли. Там и прямо у них и тропа через джунгли есть. Еще отдельно ботаническая тропа, где просто представлены все возможные мальдивские деревья, которые еще подписаны. Понятно, как они называются. Но тропа через джунгли интереснее, потому что она, не каждый турист решается там пройти. Просто это нереально классные джунгли. Плюс деревья там, коллеги, они, ну, пальмам там лет по 200, а баньян, деревом баньян, у нас их 6 или 7 штук на острове, им по 300 лет. Это прям вот, как сказать, нельзя. Они уже, вот смотришь наверх, оно уже такое перекинулось через дорожку, расслоилось. Ты идешь среди вот этого баньян дерева, свисают корни. Это невероятное ощущение, потому что ты понимаешь, что этому дереву, ну, как бы это факт, им по 300 лет. То есть тут как бы можно на острове Курамате погрузиться не только в мальдивскую природу, кто любит природу, но и в такие вот такие буйные джунгли. И, конечно, как бы, ну, гость может жить в любой части и гулять по всему острову. И вот так вот как бы меняется пейзаж. Что еще хочу сказать про природу острова? Сразу хочу вот прям показать, наверное, да, наверное, вот здесь будет, кстати, хорошо, в общем-то, видно. Курамате, безусловно, это про риф. Сразу хочу обратить на его внимание. Длиной также риф 2 километра. Риф свой домашний. Шикарно организован снорклинг. Обожаю делать снорклинг в Курамате, потому что удобно. Кораллы специально, там такие прорубленные каналы песчаные, чтобы гость никак не обцарапался. И установлены флажки. Ты всегда видишь, где ты можешь выйти, закончить снорклинг или продолжить снорклинг. И там вот, видимо, это вот, опять же, раздул атолл. Мне про него говорили, что почему я видела так много рыб и так много вообще живности. Там были все и скаты, и черепахи, и рифовые акулы, и огромное количество рыб. Но главное, именно вот количество всего этого. Это был такой настоящий рыбный суп. Удивительно. То есть снорклинг в Курамате делать нужно обязательно. Особенно тем, кто, естественно, это любит делать, потому что это и комфортно, и нереально красиво. И вот этот вот мой любимый обрыв такой в темно-синюю бездну, когда домашний риф, вот он, риф заканчивается. Точнее, вот он начинается, скорее, заканчивается мелкота, и начинается вот этот вот обрыв в темно-синюю бездну. В Курамате все у нас это есть. Причем риф, как я говорю, он тоже 2 километра, так же, как и сам остров. Попробую перечислить все, что есть в Курамате, быстренько для понимания. Вообще, Курамате – это такой маленький мир. Тут есть практически все. Очень много, я даже не знаю, проще сказать, чего нет. В Курамате – это 360 вилл, это 12 ресторанов. Три из них – основные рестораны, где всегда только буфет, и девять ресторанов в а-ля-карт. Это три ресепшена, это два экскурсионных центра, это два дайвинг-центра, это три бассейна, три бара. Свой, помимо, естественно, спа, тренажерный зал, тут я даже не говорю, есть также свой огород, где коллеги в отеле Курамате выращивают практически вообще любую зелень, включая помидоры, томаты. Есть свой мини-заводик по производству воды, сами делаем воду, опресняем. Поэтому, кстати, вода в Курамате на любом питании, даже если вы гости берете самый простой вариант питания, куда вода в обед и ужин не включена, вода все равно бесплатно по острову. Вот там есть такие у нас специальные станции, где можно свою бутылку набрать воды. Всегда бесплатно вода есть. Вот это независимо от питания, на котором живет гость. Огромный детский клуб, про который чуть позже сейчас тоже скажу. Так, медицинский центр, такой причем не просто медицинская комната, где доктор один сидит, а прям настоящий медицинский центр двухэтажный, где несколько докторов, где есть такая специальная установка для антикомпрессионной. Вот я сейчас, я прошу прощения, я просто не дайвер, но вот то, что, да, когда если у дайвера произошла там какая-то компрессия, такая специальная, в общем, машина, которая ему помогает. В общем-то, вот, наверное, так в целом вот инфраструктуру я вам писала. У нас в Курамате, напомню, у нас нет велосипедов, у нас по острову мы перемещаемся, либо гуляем пешком, либо ходят такие, как постоянно, не прекращая, ходят баги, на которые можно в любой момент подсесть и в любой момент с них, условно говоря, спрыгнуть. Это очень удобно, баги ходят все время. Пройдемся, чуть-чуть вспомним номерной фонд в Курамате. Еще раз скажу, что 360 вилл всего поделены они на, боже мой, 10 или 12, я уже путаюсь, 12, по-моему, различных категорий. Скажу честно, часть категорий прям реновированные, такие, знаете, прям хай-тек, такое все светлое, новенькое, часть не реновированная. Я еще раз напомню, что в Курамате у нас отель 4 звезды. И почему, кстати, 4? Ну, как бы по многим параметрам, в том числе, например, в Курамате нельзя заказать нет рум-сервиса. То есть нет такого, что ты обили, лежит рум-сервис меню, ты там что-то полистал, выбрал себе еду, и тебе еду доставили на обиллу. Такого просто сервиса вообще нет. В Курамате нет рум-сервиса. Не путать с мини-баром. Мини-бар, естественно, есть. Нет баттеров, естественно, нет дворецких. То есть просто по каким-то вот параметрам все равно мы остаемся четверкой. Продавайте, предлагайте Курамате как четверку. Если взять, вот тут как раз вот карта удобна тем, что здесь у нас прям перечислены все категории номеров, и вот тоже можно, в принципе, полезный кадр, либо эта карта есть в доступе и на сайте kuramati.com, и просто если где-то в гугле набрать kuramati map, вот здесь хорошо видно вот это guest villas, то, что перечислены все наши категории. Вот посерединка вы видите two-bedroom beach house. Вот все, что two-bedroom beach house и, условно говоря, и более и выше, тут, правда, в списке оно ниже. Two-bedroom water villas, black water villas, water villas with pool, вот все вот это, это все новое, новое, реновированное, но даже что-то не то, чтобы реновированное, а новоотстроенное. Вот все, что проще, чем two-bedroom beach house, это deluxe beach villas, superior, beach bungalow, beach villas и так далее, это все нереновированное. Это лучше как бы прям себе так вот черту отчертить. В общем, two-bedroom beach house и все, что выше, то реновированное, и все, что ниже нереновированное. Здесь хочу обратить ваше внимание, что у нас на нашем рынке, в принципе, популярны две категории. Это beach villas на карте V2. Значок вы видите, beach villas, они как бы такими подковками. Это тоже нужно помнить, что предлагая beach villas в kuramati, нужно помнить, что beach villas, по сути, не все на пляже, потому что beach villas вроде пляжная вилла, тоже бывает такой вопрос у некоторых гостей, почему, собственно, они такими вот U-shape, как V-образные, не знаю, как это назвать, подковкой, в общем, такими полукругами. Поэтому вашего гостя теоретически могут поселить вот не совсем близко к пляжу, но называется при этом beach villas. Это такой вот нюансик. И очень популярная категория two-bedroom beach house, они у нас на карте V6, вот там, где узкая часть острова, причем они с двух сторон, и со стороны лагуны, и со стороны рифа. Вход в воду, кстати, везде хороший. Напротив two-bedroom beach house, это наша новая категория, двухэтажная, на шесть человек, нереально крутая, в плане вот то, что по цене и качеству, опять же, проверьте, увидите, что очень классная штука, в плане, что туда максимальная вместимость шесть человек. Причем эти спальни можно очень хорошо друг от друга изолировать, там лестничная такая лестница между ними, но это все, если закрыть все двери, вот эти вот как бы семья друг друга не слышат. И на каждом этаже огромная ванная комната. Вот, и вход в воду, еще раз подчеркну, ну, там, где смотрят на лагуну two-bedroom beach house, получше, но не такой уж прямо как бы не сильно хуже two-bedroom beach house, который у нас со стороны рифа. Здесь, коллеги, мы подробно не будем, я вам обозначила какие-то такие наиболее вот, если есть, опять же, вопросы на эту тему, мы обязательно вернемся к этой карте, я что-то еще могу подсказать здесь тоже. Так, это то, что касается номеров. Очень хочу сказать про питание. Про питание следующим образом, поподробнее. 12 ресторанов, как я сказала, три из них основные, они разбросаны по острову, по сути это, то есть в зависимости от того, где гость живет, ближайший ресторан – это его основной ресторан, где он завтракает, обедает и ужинает. Это всегда буфет на завтрак, на обед и ужин, это такой не какой-то огромный буфет, но вполне себе достойный буфет, на мой взгляд, абсолютно соответствует отелю «Четверка». Все девять а-ля карт ресторанов, это прям у меня был опыт, я ужинала в нескольких из них, это прям пятизвездочные рестораны, очень достойные, везде, естественно, а-ля карт, и как бы прям более чем. Поэтому есть нюансы, расскажу. Три типа питания в отеле «Курамати», напомню. В этом смысле ничего не изменилось. Самый простой вариант питания, который можно взять – это фуллборд, и тогда гость будет завтракать, обедать, ужинать в своем основном ресторане, где всегда у него будет буфет. При этом, так интересно, на обед и на ужин будет включены только чай и кофе. Ни вода, никакие другие напитки не включены, но вода, подсказываю, можно так аккуратненько брать с собой, потому что вода в номере бесплатная, и вот эти вот такие мини-станции по острову разбросаны, где можно всегда набрать воды. Но вот во время обеда и ужина на фуллборде у нас включены из напитков только чай и кофе, вода не включена. Это то, что касается фуллборда. Если взять гостю all-inclusive базовый, это средний вариант питания, то у гостя будет, по сути, все то же самое, но будет еще дополнительно 20% скидки в аликарты рестораны и огромная карта напитков. Там и безалкогольные напитки, и алкогольные пиво, вино, коктейли и что-то там, какие-то шотики еще. Вот, это то, что касается all-inclusive базовый. И только на питании all-inclusive селект, он называется, это максимальный all-inclusive. Все 12 ресторанов включены. Огромная карта, естественно, напитков и безалкогольных, и алкогольных. И все 12 ресторанов абсолютно как бы бесплатные для гостя. Просто в каждом из ресторанов в аля карт может быть в меню несколько пунктов, какой-нибудь там канадский лобстер или еще что-то такое за дополнительную плату, но всегда это обозначено в меню. То есть гость видит, что вот он на all-inclusive, на максимальном у него вроде бы все включено, но вот пару позиций в меню, тем не менее, за доп. плату. Вот такой вот как бы у нас тут формат. Советую, конечно, брать, рассматривать all-inclusive селект для тех гостей, которые хотят с комфортом ходить по вот этим разным ресторанам, сумасшедшие, классные. Ресторан Рив, который на воде в такой виде лодки, либо ресторан, где я еще сейчас вспоминаю, где ужинала. Ресторан Гриль, когда к тебе прям повар, он тебе приезжает с такой станции, у тебя прям огонь горит перед тобой, тебе жарят коветки и прочее. Или тайский ресторан, который находится в джунглях. В общем, все рестораны а-ля карта, они классные, они пятизвездочные, несмотря на то, что у нас в Курамате четверка. И тут, конечно, есть такой вот контраст. Тут, опять же, коллеги, подробно не буду. Куча всего у нас и футбольное поле, и теннисные корты. Все это в отеле есть. Если что, тоже можно, опять же, обратиться потом ко мне, так как сегодня отелей много. За дополнительной информацией сайт kuramati.com тоже очень много всего. Тут, наверное, про снорклинг я уже сказала. Кстати, оборудование для снорклинга бесплатно только на питаниях all-inclusive. Вот если all-inclusive базовый или all-inclusive максимальный взяли, гостя у него, трубка, маска, ласты будут бесплатны. Если гость живет на фуллборде, то это оборудование будет платным 16 долларов в сутки на человека. Вот такой вот тоже нюансик. Так, то, что касается дайвинг-центра. Их два. Они профессиональные. Там просто вот можно, не знаю, пройти все возможные экзамены, получить сертификат, можно чего угодно. То есть прямо вот все виды услуг там есть. Детишек тоже при желании учим дайвингу. Водные виды спорта у нас практически все за дополнительную плату. Тут тоже останавливаться не будем. Если что, это все расписано на сайте. У нас есть свой такой музей, в котором посередине стоит настоящий скелет кита. Детям очень интересно это смотреть. Там же есть, там же у нас морской биолог ведет лекции несколько раз в неделю интересные. Ну вот, как я говорила, огород и так далее. То есть Курамати. Курамати классный, сумасшедший, абсолютно огромный детский клуб. Вот этот детский клуб, который я на Мальдивах такого нигде больше не видела в плане по активности. То есть ты приходишь туда, на территорию, ты понимаешь, что ты попал какой-то детский мир. Естественно, территория на улице, где и бассейн, и сплэш-зона, всякие лазилки, и территория внутри, в помещении детей мы кормим бесплатно обедами и ужинами в детском клубе. Русскоговорящий персонал у нас в Курамате, в принципе, их человека 4, наверное, на данный момент. В детском клубе тоже русскоговорящий персонал есть. Еще недавно это было две девочки. На данный момент, не знаю, нужно проверять, потому что бывает, что уходят в отпуск. Вот и так далее. Сюда мы запрещаем входить с гаджетами, прям строго запрещены гаджеты, и даже немножко, по-моему, приглушен интернет, чтобы даже если кто-то пронесет, не мог играть, сидеть где-то в свои гаджеты. То есть у нас тут очень такая активная, активная развлекательная программа для детей целый день. Вот тот самый медицинский центр, вот установка, которая антикомпрессионная для дайверов. Три бассейна, три бара. Мой любимый бассейн и бар, такой инфинити бассейн со стороны рифа, где он при баре, который называется Шампайн Лофт, где подается только игристые вины, то есть очень такое модное место. Каждый вечер в отеле Курамати мы делаем обязательно какая-то развлекалка, причем и обязательно около ресепшн, и около ресторанов висит такой анонс на вечер, что сегодня будет происходить в Курамате. Потому что у нас и очень классный диджей, и очень классный музыкальный бенд, и танцы в воду-бэру мы делаем, которые вот эти вот голосом, барабанами, да, да, такой прям до мурашек они создают музыку. И пару раз в неделю делаем муви-найт в кинотеатр под звездами. В общем-то, в Курамате Курамате, это, конечно же, в первую очередь семейный отель. Тут очень комфортно с детьми любого возраста. Но вот в Курамате я обратила внимание, что хорошо отдыхается даже одному, если такие путешественники есть. То есть тут и парам хорошо, и семьям, и даже одному здесь не скучно. Вот это такое как бы... Ириш, если есть какие-то вопросы по Курамате, я готова уже на них отвечать, чтобы нам продвигаться дальше. Ура, ура. Ядочка, первый вопрос сразу. Волейбольный, пляжный волейбол есть? Так, хороший вопрос. По-моему, все-таки есть. Я сейчас пытаюсь просто визуально вспомнить, видела ли я его. Сетка где-то должна быть натянута. По-моему, есть. Но лучше это, конечно, проверить, потому что для пляжного волейбола, по сути, кроме сетки, ничего и не нужно. Да. Хорошо. По поводу развлечений был вопрос, но мне кажется, Курамате один из самых веселых и вообще суперактивных островов на Мальдивах – это однозначно. Поэтому развлечений там столько. Уж по мальдивским меркам это точно суперактивный отель. Да, 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 однозначно. Если вы вспомните турецкую анимацию, вот это примерно вот то, что в Курамате. Там просто, мне кажется, он не засыпает. Очень крутой курорт именно с точки зрения развлечений, что всегда есть куда пойти, чем заняться и что себе придумать. То есть отель, который вот прямо постоянно вы где-нибудь. Да, на всякий случай я быстренько добавлю. Для молодоженов у нас мы обязательно украшаем кровать. Нужно, чтобы сертификат от дня бракосочетания прошло не более шести месяцев. Копию нужно иметь с собой. Украшаем кровать, дарим бутылку вина и какие-то вкусняшки. То есть это все мы тоже делаем. Про пляжные спросила. Русскоговорящий персонал есть? Несколько человек, да, на ресепшн, несколько человек в детском клубе, два человека, может быть, еще в каком-то отделе. То есть это действительно прям вот тут проблем не будет. Открой карту еще раз и проговори, пожалуйста, еще раз под запись и покажи, пожалуйста, на карте, где реновированные виллы, а где нет. Можешь... Так, это сейчас так, я попробую понять, где у меня здесь есть штучка, как она называется. А ты просто вводи, его видно. А его видно? Вот сейчас видно. Ой, шикарно. Так, реновированные точно. Это вот обвожу. Two-bedroom beach house. Вот я их сейчас обвожу. В6. Они прям на view. Они вообще даже не то, что реновированные, они просто, в принципе, новые сами по себе. Дальше. Реновированные водные виллы. В7. Вот они все здесь тоже. Кстати, очень классные. У меня есть видео изнутри. Кому нужно, сохраните потом мой контакт. Я вышлю прям в WhatsApp видео изнутри. Так, Реновированные делюкс ватер вилла. Сама в такой жила. Вот она, V8. Тоже супер реновированные. Такое светлое. Все очень такое хай-тек, светлый такой вот стиль. Потом, так, делюкс ватер вилла с бассейном. Вот они V9. Но они мало чем отвечают. Просто у них есть бассейн, а так они такие же, как ватер виллу. Тоже новенькие, но и с бассейном еще. Пул виллы. Кстати, классная категория. Вот здесь V10, пул виллы. Это как будто, вот ты в нее входишь, это водная вилла на песке. Очень, ты как будто, ты в ней находишься, это ощущение, что ты на водной вилле. Но ты подходишь как бы к краю, ты видишь, что ты на песке стоишь. Такое, тоже классные, модные, новенькие. И вот эти вот тунди, танди, не знаю, как правильно, вот они тоже у нас новенькие. Вот, то есть, в общем-то, V11 тоже все новенькое. V9 тоже новенькое. V9, это у нас тоже, просто у нас разбросано вот V9 вот здесь, и здесь это тоже все новенькое. А я прям номера напишу. В принципе, вот для такого общего ориентира, вот эта узкая часть острова, там вот в основном все новое, вот, а широкая часть острова, там в основном все нереновированное. Вот можно так еще ориентироваться примерно. Да, Супер. На твой взгляд, где самый лучший пляж? Где прям вот пляжная история? Так, как ни странно, самый лучший пляж по входу, по всему, напротив, пул вилл, V10, вот я сейчас еще раз показываю, где-то находится. Хороший пляж, но местами, сейчас обведу, вот напротив Бичвилл и Делюкс Бичвилл, вот сейчас обвожу, там, знаете как, хороший вход в воду, но внутри воде, как бы уже в лагуне, есть такие плоские кораллы, которые вообще не царапаются ничего, они некоторым людям просто не нравятся. Там куски такие, как бы, плиты из кораллов, припорошенные песком. Местами, поэтому это просто вот, но вход в воду потрясающий, хороший сам пляж, очень красивый. И вот здесь, напротив, в ту-бедрум Бичхаусах, вот тут, правда, маленький кусок пляжа, но он абсолютно вообще вот, просто вот, песок и все. Вот. И в принципе, кстати, неплохой, несмотря на риф, V6, также V6, ту-бедрум Бичхаус, со стороны рифа, рифа у нас, вот там, где человечки нарисованы, тоже очень хороший вход в воду, как ни странно. Вот. Поехали дальше? Поехали дальше, да. Курумба, бежим. Да, сейчас секундочку, переключусь быстро. Курумба. Я напомню коллеге, что вот первые три отеля мы поподробнее, про остальные очень коротко, поэтому не пугайтесь. Курумба, это первый отель на Мальдивах, это легенда, это прям такой флагман мальдивский, с Курумбы начался туризм, Курумба держит марку, прям они молодцы, команда классная, я сразу скажу, что там мне очень нравится генеральный менеджер, он швед, и у него все как-то по-европейски, по-шведски, все прям очень четко, ты рано даже, если очень проснулся и вышел из виллы, уже все убрано, уже песок причесан, уже персонал отеля, ну там специальный персонал стрижет вот там, не знаю, сухие листья с пальм, то есть очень так, как бы, чтобы вас не пугало, Курумба в этом году исполнил 50 лет, но за это время делалось много раз реноваться, и была реновация такого формата, когда вообще все здания сносились, это где-то были нулевые годы, там под конец, сносилось вообще все и выстраивалось заново, поэтому, в принципе, вот эти вот как бы, да, 50 лет, по сути, не самому отелю, а как бы острову и вот этому вот истории, этого острова. Пробежимся по таким основным фактам, Курумба у нас отель 5 звезд начального уровня, то есть мы так с вами сегодня, мы с вами идем снизу вверх, Курумба начального уровня пятерка, вот так ее как бы и предлагаем, так ее и продаем. 450 на 500 метров сам остров, такой средний, кругленький, 180 вилл, 7 ресторанов, виллы только на пляже, водных вилл в Курумбе нет и не планируется строить и не было никогда. Напомню, Курумба у нас находится очень близко к Мале, это 10 минут на скоростной лодке, здесь мы, ожидание практически такое, вот ты только все прошел, тебе уже подают лодку, потому что, конечно, мы знаем про всех наших гостей, которые к нам приедут и лодку подаем под гости, поэтому никакого, ну, нет и лаунжа, но он и не нужен. Гости гостей забираем сразу. Скоростная лодка идет всего 10 минут. Конечно, это удобно, когда с маленькими детьми, либо ты, когда гости летят с пересадками, это все такой вот сразу плюсик, в плане, что отель очень близко. И вот тут вот такое у меня был тоже, когда я несколько раз была в Курумбе, первый раз была, у меня было такие сомнительные ожидания, я удивилась, что отель, который находится так близко к цивилизации, но надо еще понимать, что цивилизация на Мальдивах, это как бы, это все равно островная цивилизация, что у отеля такая классная по всему периметру лагуна, она бирюзовая, она широкая, есть у нас в Курумбе волнорезы, но они далеко от берега, не мешают мне фотографировать закат, не смотреть вдаль, не кайфовать, широкая лагуна, она песчаная, постепенная, ни кораллов особо, ни камней там никаких нет, то есть максимально комфортное питание по всему периметру, сейчас вам покажу, вот как это все дело выглядит. У меня, кстати, в телефоне свои видео и фото еще даже круче, чем вот эти, потому что действительно чистая, прозрачная, классная вода и вообще классная сама лагуна, и она такая, коллеги, по всему периметру Курумбы, вот это прям вот, то есть тут вот и вопрос спрашивать, а где получше пляж, где похуже, он везде одинаково супер, вот это совершенно точно. Вот тут как раз просто на карте видно, схематично правда изображено, но видно тем не менее. Что еще сразу тоже меня первый раз, когда я была в Курумбе, удивило, поразило, это то, что в эту лагуну у нас приплывают прям к пляжу рифовые акулы. Они живут у нас в принципе на домашнем рифе в Курумбе круглый год. Сразу скажу, что Курумба – это однозначно отель про риф. Это домашний риф очень такого как бы, на мой взгляд, вот прям ну вот 9 или 10 из 10, потому что опять же есть вот этот мой любимейший обрыв в бездну, такой вот завораживающий над обрывом, и у нас плавают, опять же, те же самые рифовые акулы, но, как я сказала, они приплывают прям к берегу, и черепахи, и скаты, и рыбы есть. Может быть, не такое количество, вот самое большое количество, концентрация живности на квадратный метр, я как раз видела в Курамате, в Курумбе поменьше, но опять же, все виды, возможно, есть, то есть там у ваших гостей возможность будет увидеть абсолютно всех. Здесь у нас, кстати, оборудование для снорклинга на любом питании, всегда бесплатное. Взял, пользуешься во время всего проживания. Это вот пока мы с вами смотрим на лагуну, сразу решила сказать про риф. Это однозначно отель про риф и про вообще про снорклинг, и еще про дайвинг, но сейчас чуть позже об этом. Рифовые акулы, я напомню, их не нужно бояться, они не кусаются, у них там, по-моему, даже как-то сточные зубы из-за того, что они там кусают или что-то там едят кораллы, но, в общем, это не опасное животное, и это был такой вау-эффект, потому что как-то это очень быстро все это происходит, ты прилетел, вышел, трансфер, ты уже бросил вещи в виллу, уже пошел, в первую очередь тебе хочется, ты на Мальдивы приехал искупаться, и тут же в воде рифовые акулы, вот это такое как бы вау, неожиданно, вот в хорошем смысле. Здесь немножко, вот чуть-чуть постоим на карте, коллеги, я напомню, в Курумбе 180 номеров, разделены они на 8 различных категорий, и в Курумбе у нас единственный отель в цепочке Universal, где помимо отдельно стоящих вилл есть еще вот тоже, я так поняла, что мой курсор видно, вот эти вот домики, в каждом из которых находятся 4 номера, это у нас Superior Rooms, номера с Юпериоры, 4, то есть 2 на первом этаже, 2 на втором этаже, вот, и хочу сказать, вот тут как всегда, такое часто бывает в отелях, вот у нас и самая высокая категория номера, резиденция двуспальная, с двумя бассейнами, тоже прям классная, конечно, такая классная большая вилла, вот она вот, сейчас я ее обвожу, она у нас, вот здесь как раз-таки, пожалуй, один из самых узких таких вот мест, ну, тоже лагуна, она купабельная, классная, но она поуже, и вот здесь вот у нас такое вот, как бы, самые такие, одна из самых широких лагун, карта довольно-таки схематичная, это просто я вам говорю о том, что я сама и жила, и вот с разных сторон в Курумбе, и живя вот последний раз этим летом, как раз в Супире, рум, я ни разу не пожалела, потому что невероятное купание, просто невероятное купание, лучше, чем напротив резиденции, вот, хотя там тоже хорошее, но здесь еще лучше, так, здесь обратите внимание, что у нас такая очень ходовая, популярная категория, которая называется делюкс бунгало, вот она, такого баклажанового цвета, они у нас тоже, в общем-то, они у нас подковками такими, то есть можно, при случае, если вам хочется, вы поселили гостя в делюкс бунгало, и хочется, чтобы он был поближе к пляжу, то не стесняйтесь, при бронировании, пишите пометки, мы всегда стараемся, правда, это определяется только в момент заезда, гость приезжает, и если мы видим пометку, что просьба поселить моего гостя поближе к воде, мы всегда стараемся это сделать, вот, если нужно гарантированно, то лучше брать тогда бич фронт делюкс бунгало, желтенькие вот эти вот, соответственно, номера, точнее виллы, которые непосредственно на пляже, самый красивый, конечно, вид открывается, друзья, вот-вот сверху, с северной стороны острова, вот я его сейчас обвожу, там же у нас, кстати, снорклинг основной, потому что сноркли, как бы риф вокруг всего острова, но вот здесь, вот снизу, с южной стороны приплывают лодки, там еще что-то происходит, не знаю, по бокам здесь у нас довольно-таки сильные течения, поэтому рекомендация делать снорклинг только вот вся вот эта северная сторона, там как раз, там же у нас вот здесь вот чуть левее, соответственно, на западе садится солнышко, здесь у нас в воде стоят классные модные качели, и здесь вот как раз-таки самый классный снорклинг, удобный, и вот поэтому у нас, кстати, вот посмотрите все, практически все бич бунгало и делюкс бич бунгало, они смотрят, бунгало смотрят как раз-таки на эту сторону, вот на всякий случай у нас вот эти Superior Rooms вот сюда смотрят на Мали, я все равно должна вам об этом рассказать, Мали находится остров вот здесь, его видно, естественно, из Курумбы, он где-то в 3-4 километрах, но его видно, и вот здесь снизу, опять напротив самой высокой категории резиденция, здесь у нас видно остров Кулумали, это соседний остров, тоже жилой, там даже есть по сравнению с Мали, там есть такие высокие достаточно дома, в самом Мале дома очень низкие, поэтому вот самая выгодная, конечно, часть острова, это северная часть, вот, но так, на всякий случай, здесь еще скажу, пока находимся, по всему периметру, вот тут вот прям по всему периметру Курумбы, вот эта вот дорожка, которую вы видите, беленькая, она вся, как сказать, такой плотный, не плотный, в общем, твердый камень, каменная дорожка, очень удобно, когда ваши гости приехали с колясками, вообще никаких проблем, потому что в основном всегда все дорожки везде на Мальдивах у нас песчаные, вот только в Курумбе у нас, может быть, где-то еще просто, я не знаю, в Курумбе такая каменная, темная, такая, соответственно, каменная дорожка, по которой очень удобно с коляской, и кому-то, если вдруг на каблуках вечером пройтись, тоже очень-очень удобно, вот такой вроде невзрачный факт, но тем не менее очень важный для гостей. Каждому номеру, каждой вилле у нас два лежака обязательно, они все пронумерованы на пляже, вот тут у нас вот в таком виде, так, пройдемся немножко по номерам, сейчас хочу сказать, у нас тут тоже коротко довольно-таки, самое главное скажу, вода, кофе, чай в номере на любом питании у нас всегда бесплатно, косметика у нас в Курумбе, Локситан в больших банках, очень классный, приятный, я думаю, что всем этот французский бренд знаком, и здесь вот я хочу как раз сказать в пользу вот этих Superior Rooms на правом верхнем кадре, это как раз номер Superior, вроде как, да, ты находишься на Мальдивах, но при этом у тебя не отдельная вилла, вроде как номер, сначала можно как-то так немножко, ну вот, это как у меня про свои впечатления, но когда ты входишь в свою ванную комнату, в своем, казалось бы, самом простом Superior номере, у тебя ванная комната, как в любой вилле, такая а-ля Мальдивы, она частично под открытым небом, там среди кустов зелени стоит душ под открытым небом, либо под звездным, смотря какое время суток, и такая каплевидная ванная посередине ванной, то есть абсолютно полноценная мальдивская такая ванная комната с уличным душем, поэтому как бы вот абсолютно, и тут появляется ощущение, что ты действительно в своей вилле живешь. Так, что еще так, вот как бы Гурумба сохраняет свой такой классический стиль, классический мальдивский стиль, Яна, еще раз напомню, что Гурумба продавайте как пятерку начального уровня, уборка у нас происходит, здесь, естественно, все равно Гурумба пятерка два раза в день, то есть дневная уборка и вечерний так называемый turn down service, все это есть. В Гурумбе, коллеги, хочу сказать, что, наверное, самая такая вот теплая команда у нас, люди работают и по 16 лет, и, по-моему, даже больше, ты приезжаешь как будто в какую-то, ну, как бы семью, я не могу передать это ощущение, но в Гурумбе чувствуется, что весь, вся команда отеля, она очень сплочена, это как одна большая семья, и это действительно как-то выработало с годами, поэтому очень-очень теплое ощущение и от сервиса, и вообще от всего. Семь ресторанов в Гурумбе, тайская кухня, японская кухня, арабская кухня, индийская кухня, все у нас есть, семь ресторанов, хорошее такое количество, в плане, что можно себе выстроить, если живешь неделю, выстроить таким образом, что каждый вечер ужинать в новом ресторане, при желании можно так сделать. Тут и говорю, что нет такого, чтобы каждый вечер все семь открыты, мы их открываем, опять же, зависит от сезона, чем выше сезон, тем больше вечер ресторанов открыто, тем больше загрузка, соответственно, рестораны, конечно, открыты, ну, не все, но практически все, в общем, мы чередуем, вот, но за неделю, тем не менее, все будут обязательно один или несколько раз открыты, поэтому всегда есть шанс везде попробовать кухню. Самый наш классный ресторан, я его обожаю, вот снизу справа ресторан «Фила», это такой фирменный сигначер ресторан отеля, он в лагуне находится, вокруг там подсветка такая, плавает, соответственно, всякая живность, это прям высокая кухня, то есть тут прям вот Курумба сильно, вообще Курумба, вот все а-ля-карты рестораны в Курумбе, они как бы еще вот на шаг выше, чем вообще уровень самого отеля, вот, питание в Курумбе действительно классное. Кстати, завтрак у нас немножко разделен, Курумбе 8 категорий номеров, и вот первые 4 категории номера по умолчанию гости завтракают, в основном ресторане просто завтрак-буфет, и от бич-виллы и выше у нас завтрак в ресторане «Фила», делюксовый завтрак, где уже холодное на буфете, горячее по меню, уже тебе игристое на завтрак и так далее, то есть такой премиальный, реально такой вот классный премиальный завтрак. От бич-виллы и выше по умолчанию премиальный завтрак в ресторане «Фила». Все, что ниже бич-виллы, это просто обычный завтрак в основном ресторане. Естественно, если гости приехали с маленькими детьми и поселились, скажем, в бич-виллу, у них вот этот вот делюксовый завтрак с игристым и так далее, и горячее по меню, но они с детьми, им вдруг что-то там неудобно, они могут спокойно, конечно, перейти и позавтракать в основном ресторане. Все типы питания в Курумбе есть. All-Inclusive, в который как раз входит вот только в All-Inclusive у нас входит все семь ресторанов. Соответственно, там уже никаких доплат особо не будет. Но я очень рекомендую рассматривать еще питание Fullboard. В Курумбе он называется Fullboard Plus, другого варианта нет. И туда входит огромное количество напитков и безалкогольных, различных, и алкогольных, и пива, и вино, и крепкий алкоголь. Все это включено во время обеда и во время ужина на питании Fullboard, который называется Fullboard Plus. Его очень рекомендую рассматривать тоже, если бюджет немножко ограничен. Вечером в таком случае будет или два, или три ресторана включено в, не все семь, а вот два или три включено в ужин. То есть все равно можно как-то еще повыбирать, не обязательно в основном ресторане. Короче, Fullboard очень неплохой, обратите на него внимание. Так, что здесь я еще хотела, могла, конечно, что-то забыть. Сейчас бежим дальше. Естественно, Курумба – это очень такой семейный отель. Безусловно, удобно с детьми. У нас огромное количество гостей с детьми, большой детский клуб. Русскоговорящий персонал есть тоже и на ресепшн, и в детском клубе. В детском клубе есть бассейн, там у нас есть уроки плавания для детей, уроки снорклинга для детей, PlayStation, и все, караоке детский. Вот, но тем не менее, все равно, вот если сравнивать, да, вот в Курамате детский клуб, это прям, как Ирина сказала очень правильно, это прям такой, ну, практически турецкий вариант. В Курумбе он все-таки более мальдивский вариант. Вот, детский клуб, он может быть, ну, может быть, чуть поменьше, там может быть, чуть поменьше детей. В общем, он не такой вот масштабный, но тем не менее, очень тоже, очень там весело и комфортно детишкам. Так, на что еще хочу обратить ваше внимание? Про рифм поговорили, я на всякий случай еще скажу, что у нас очень много дайверов в Курумбе, у нас дайвинг-клуб, ой, дайвинг-центр профессиональный, естественно, причем там тоже есть русскоговорящий персонал, и у нас вокруг Курумбы 25 спотов для дайвинга, есть и споты для микродайвинга, и для макродайвинга, там, соответственно, плавают различные размеры животных, и есть манто-спот, где-то минут до манто-спота, правда, не могу сказать, что супер близко, где-то минут 40 на лодке, а манты, напомню, правда, там у нас мая по ноябрь, манты, это такая сезонная штука, поэтому вот высокий сезон, как раз Новый год, их, к сожалению, практически не увидеть, у нас 20, нет, точнее 30, да или даже 35 процентов повторных гостей в Курумбе, в Курумбе вот действительно есть гости, которые как-то вот как на дачу ездят и привыкли, и вот я их могу понять, почему-то там есть ощущение, что ты приехал куда-то к своим родственникам на дачу, не знаю, именно в хорошем смысле, какая-то очень-очень теплая атмосфера, причем среди как раз этих дайверов, там есть те, кто уже родил детей, потом дети выросли, родили внуков, и вот это вот поколениями они все дайвят, и они приезжают в Курумбе вот из года в год, каждый вечер в Курумбе, все 7 недель у нас мы развлекаем гостей, это опять же те же танцы Боду Беру, это диджей, это музыкальный бенд, все 7 недель мы делаем что-то, Курумба второй отель в цепочке Universal, где хорошо отдыхать даже одному, больше таких отелей нет, вот Курамати и Курумба, где весело даже одному, ну точнее не скучно, скажем так, вот, поэтому абсолютно и для пар подходят, естественно, тоже молодоженам мы делаем какие-то сюрпризики здесь, и для детишек, и для семей, и даже вот одному хорошо, и такая маленькая тоже оговорочка, добавлю, есть еще большой конференц-зал, то есть мы в принципе принимаем периодически большие группы, вот недавно у нас была группа более 50 человек, в начале ноября, тоже такой корпоративный сегмент имеет место быть, обычные гости никогда в жизни не увидят этого конференц-зала, потому что такие кусты, какие-то двери, и только открыв эти двери, ты попадаешь в такой вот какой-то немножко другой мир, то есть там и зал, и сцена, свет, звук, то есть все как бы профессионально, это такое вот на всякий случай скажу, что корпоративный сегмент у нас здесь тоже есть, так, друзья, ну наверное, да, Ирина, если есть какие-то вопросы по Курумбе, я с радостью их буду слушать. Я тебя не слышу, ты у нас выключилась, да. Конечно. Хотела добавить только одно, что именно в Курумбе в этом году 50 лет мальдивскому туризму, Мальдивам, и туризму на Мальдивах 50 лет, и конечно же, именно в Курумбе в этом году, да, вручали все эти статуэтки, награды и так далее, вообще все большие мероприятия, которые связаны с туризмом на Мальдивах, на Мальдивах обязательно проводятся в Курумбе как в знаковом отеле, как в первом отеле Мальдивах. И поэтому, да, отели очень популярны, несмотря на то, что там видно Мали. И, Ян, есть один вопрос, потому что, опять, все прекраснейшее, все понятно. Скажи, пожалуйста, про риф, везде ли он вокруг всего острова. Лучше давай на карту вернемся, если можно. Давай. Потому что там все суперпонятно. Риф сам по себе физически вокруг всего острова, но так как есть опасность, есть течение, есть проплывающие лодки и так далее. У нас строго как бы не рекомендуется делать снорклинг, но вот совсем вот на этой южной части, вот здесь. Вот. По большому счету получается две трети, вот так вот, можно и нужно. И там везде вот этот вот обрыв и живность над обрывом. И, в принципе, довольно-таки безопасно. Я делала снорклинг одна, потому что бывает такой снорклинг, когда я одна боюсь. А здесь какой-то он комфортный. Ты всех увидишь и не испугаешься, и как-то вот, и снимала я там под водой телефоном через какой-то пакет свой специальный и супервидео привезла. То есть тут я прям была, вот прям у меня удался снорклинг. Я и всех увидела, и очень комфортно. И относительно недалеко от берега. Вот. И главное, что ты пока до него дойдешь до рифа, то у тебя шикарная бирюзовая лагуна. То есть в этом смысле вот как-то все, понимаешь, и для купальщиков обычно хорошо, и для снорклинга хорошо. В общем, всем как-то так вот получается удачно и хорошо. Коллеги, я вижу по поводу видео, Яночка, если мы еще видео будем показывать, мы тут вообще, мы не уйдем до восьми. У меня, да, я понимаю, у меня даже его и нет. А спало времени реально. Я напоминаю, что я еще, да, продигали поподробнее, остальные мы, коллеги, пробежимся, не пугайтесь, да. Просто давайте, у нас есть все ссылочки, Ян, дай мне ссылочки, я всем все раздам, потому что, конечно, это суперпопулярный продукт, и мы можем с вами перейти в чат Телеграма и там обсуждать еще много-много раз. И, Ян, последний вопрос про Курумбу, как ты любишь, всегда тебе напоследок остаются любимые мои вопросики. Вопрос такой, что плохого в Курумбе? Какие есть какие-то нюансы? Нюансы? Это то, что летают самолеты в стороне, они не над головой, я все-таки хочу подчеркнуть, то, что, условно говоря, ты видишь, как взлетают, ну, как бы так вот на расстоянии, но взлетают и садятся самолеты, и видны Мали и Хулу Мали. Но я, коллеги, хочу тут подчеркнуть, ты это видишь, но ты этого как бы не слышишь, ты в это не погружен, потому что у тебя вокруг поют птицы, пахнет, не знаю, там водой с зеленью, в этих барах, ресторанах играет лаунч-музыка, ты все равно в таком очень мальдивском таком, вот у тебя мальдивский мир вокруг тебя, да, вот эту цивилизацию видно, но вот как бы вот только это важно. У нас был рекламный тур в Курумбу, когда приехал, и все сказали только одно, мы ожидали вообще другого, но мы в любви. И у меня было то же самое, да. Нет, просто, просто. Сказали все. Он превосходит ожидания, вот это вот очень, да, он однозначно превосходит ожидания. Это плохо, это плохо, но все в итоге лучше, намного, чем вы даже себе это представляете, это про Курумбу. Ну и все, хит, хит, хитов. Да, коллеги, я ускоряюсь, сейчас поговорим про Дигли и про остальные отели чуть более коротко, потому что действительно, чтобы сил хватило всем. Дигли, такой третий отель, отель на сегодня, про который я рассказываю чуть подробнее, это тоже, это пятерка стандарт, мы с вами еще идем немножко выше, мы все время такие шажочки делаем вверх. И на контрасте с Курумбой, Дигли у нас самый молодой отель в коллекции. В этом году отелю всего 5 лет. Вот самый такой новый, самый молодой в коллекции Universal Resorts. Общая информация, сейчас я останусь на вот таком вот кадре. Сюда мы, это мы летим на север, на гидросамолете, в Ра-Аатолл, 40 минут, то есть такой вариант. Ожидание гидросамолета происходит в лаунже, который принадлежит не отелю Дигли, он принадлежит авиакомпании TMA, Trans Maldivian Airlines, и там Wi-Fi бесплатно, не знаю, кондиционеры, естественно, закуски, напитки, все это бесплатно. Очень комфортное ожидание. 40 минут, и мы в отеле Дигли. Это все четко происходит как бы на север от Мали. Километровый остров, такой километр в длину, 260 метров в ширину, очень зеленый. Когда строился вообще отель Дигли, создавался, сохранилось, принципиальный был такой момент, сохранили 80% растительности, деревьев и кустов. И Дигли действительно безумно-безумно зеленый. Такие два нюанса, которые сразу забегу вперед, чтобы у вас осталось, так зафиксировалось. У нас отель работает сейчас на питание, как бы с каких-то пор на питание, премиум, all-inclusive только, только такой вариант. И тоже вот пару лет назад в Дигли мы вынуждены были построить волнорезы, но есть места, где волнорезы, они вообще окутывают практически весь остров, но где-то они подальше от берега. Я покажу это место, где вообще вот самая выгодная категория номеров, где точно можно смело бронировать. И где-то они поближе к берегу, но тут, конечно, вот опять же, просто для вас такая вот галочка, что в Дигли есть волнорезы, и нужно внимательно бронировать. Вот и все. То есть как бы не то, чтобы там, знаете, совсем все волнорезы всему мешают. Нет, местами они действительно очень близко к берегу, но такое место, оно всего одно у нас. Вот это просто такой нюансик, который сразу хочу на нем. Давайте на карте покажу. Вот он остров. 180 вилл, которые разделены у нас все это дело на 8 различных категорий. Вот это первые две категории. Здесь у нас садится гидросамолет. Коллеги показываю это место. Вот тут, собственно, вот этот вот мостик. Первая категория это у нас бич-бунгало. Вот они, вот тоже бич-бунгало и делюкс бич-бунгало, они у нас, обратите внимание, тоже как бы не рядочком, а такими как бы полукругами. Тоже немаловажный нюанс. Можно смело продавать эти категории. Здесь очень хороший вход в воду. Здесь, как кажется, волнорезы не супер близко к берегу. Комфортное купание. Сама лично проверяла. Здесь тоже видео вот прямо на пляже снимала. Гидросамолет садится не очень часто. Мы вообще его периодически сажаем вот где-то там в стороне. Там у нас плавучая платформа есть. И мы сажаем там и на лодке уже гостей забираем. Но категория, которую можно продавать, если вы не были никогда в Дигле и мало что о нем знаете, и бюджет у клиента позволяет, то водная вилла, ой, господи, водная вилла, бич-вилла с бассейном, это вот, вот я ее обведу, такого баклажанового цвета. Бич-вилла с бассейном это то, что можно продавать с закрытыми глазами. Здесь вот как бы по левую руку садится солнце. Очень красивое место. Такое, условно говоря, практически закатная сторона. Здесь очень широкая лагуна. Здесь до волнорезов как раз дальше всего, если брать вообще весь остров. Здесь у нас рядышком знаменитый хали-бар, такое культовое место Дигле, который покажу сейчас тоже на фотографиях еще раз, где у нас, даже сразу покажу, вот он хали-бар, такой в виде, там внутри качели, там внутри бар. Такие пуфики разбросаны по пляжу, там у нас по пляжу ходит саксофонист на закате, и там же закат, соответственно, саксофонист играет живую на саксофоне. Если саксофонист ушел в отпуск, у нас там стоит диджей с пультом и играет, соответственно, очень модную классную музыку, это абсолютно атмосферное, такое культовое место, куда практически все гости стягиваются на аперитив перед ужином. Вот этот вот наш хали-бар. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что вот это место, вообще, в принципе, если так, меня, правда, никто не спрашивал, но я скажу, что мое любимое место на острове это вся вот эта вот западная часть. Это хали-бар, это коса уходящая, она не такая длинная, как в Курамате, покороче, но она тоже уходит в закат, можно уйти в закат. Здесь вот этот хали-бар, и как раз здесь, вот у нас тропа через джунгли, в Дигале у нас тоже есть тропа через джунгли, вот в этом месте она даже подсвечивается в темноте по ней, вот очень классно пройти, я вообще люблю джунгли, и, конечно, когда заросли, на Мальдивах это почему-то мне очень нравится, может быть, тоже кому-то нравится. Ну и вот самая, собственно, моя любимая категория бичвилла с бассейном, они вот широкая лагуна, джунгли, вот этот бар, в общем, такое очень интимно, очень приватно, потому что вся движуха, если так можно выразиться, у нас на востоке. Здесь у нас и основной бассейн, и основной ресторан, где завтрак, и там же у нас вечерняя развлекательная программа, и там же у нас там еще бар, такой как бы восточный бар, и несколько ресторанов еще, и детский клуб там же, поэтому вот тут у нас как бы такое, если, ну, дигли в принципе довольно-таки такой, скажем, очень зеленый, и, ну, такой как бы отель приватный, очень много приватности из-за зелени, но вот тут более активная часть, условно говоря, вот тут более такая вот дикая в хорошем смысле часть. Вот, коллеги, на всякий случай покажу вот это неудачное место, где больше всего у нас, где волнорезы ближе всего, это вот в этой части, в северной, вот здесь вот у нас очень близко просто риф домашний, поэтому волнорезы пришлось поставить близко. Тут у нас бичвиллы, но, как вы видите, бичвилл у нас очень много, что с северной стороны, что также вот у нас еще бичвиллы есть с южной стороны. При бронировании обычной бичвиллы на всякий случай делайте пометку, не знаю, там подальше от волнорезов, если этот вопрос ваших гостей волнует. Так, ну что ж, пройдемся дальше. Вот у нас дегли вполне такой себе по стилю современный отель. Тут у нас, правда, не очень много фотографий, номеров. Начиная от бичвиллы, у нас можно селиться 2 плюс 2. В бичвилле 2 плюс 2 означает, что для одного ребенка мы вот переделываем, вот видите, такая софа, она в нише, мы переделываем ее в кровать и еще приносим дополнительную кровать и ставим вот здесь. Вот второй человек, то есть 2 человека, то есть 2 плюс 2 у нас дополнительные люди будут, вот один здесь на софе и другой здесь поставим еще дополнительную кровать. Вот, это все тоже, в принципе, на сайте digli.com очень много информации на эту тему есть, все это расписано, планы номеров тоже есть. Так, питание. Тоже сейчас очень важная информация, это про питание и про приложение дегли. Сначала скажу про питание. Premium All Inclusive, 4 ресторана, 2 бара, пиццерия и кафе, кафе, причем такая очень европейская, можно идешь мимо, кофеек с каким-нибудь сладким, очень красивым, все это всегда включено, потому что в отеле уже, напоминаю, все включено. Есть можно где угодно и сколько угодно, нет никаких ограничений и правил, и вообще Premium All Inclusive действует пока гость физически на острове, там, допустим, не знаю, выписался гость, гидросамолет задержали, можно есть, пить, пить алкоголь, все что угодно, где угодно. То есть пока нога гостя на острове, Premium All Inclusive действует. Такой ресторан, не могу про него не сказать, Батута, правый нижний кадр, в честь, назван в честь марокканского путешественника Ибн Батуты, который там, по-моему, в 16 веке ехал из Марокко на Мальдивы, и вот страны, в которые он приезжал, соответственно, кухня этих стран представлена в этом ресторане. Там такое, там, как бы тебе, ты, во-первых, он в джунглях, ты идешь по этим джунглям, он в центре острова, благовоние, свечи, факелы, все это, садишься за стол, тебе делают такое омывание рук над таким горшком, ну, таким вот, плошкой с цветами, то есть очень много каких-то церемоний, очень все красиво. Вообще в Дигале классное питание, мне очень нравится. Напомню, Дигале – это пятерка стандарт, только на Premium All Inclusive. У Дигале очень классное приложение для телефона. Прямо рекомендую и вам, как агентам, оно на русском языке, и гостям вашим. Во-первых, там есть ответы на все вопросы, и для вас, как агентов, тоже можно найти кучу информации. Через него можно забронировать себе столик в вечерном ресторане, отменить этот столик, если передумал, забронировать экскурсию, а у каждого гостя по две бесплатные экскурсии у нас здесь. Есть фото каждого блюда в каждом ресторане, и ты видишь себя, там интерактивная карта, ты видишь себя, и ты видишь, как по острову едет баги, то есть ты можешь выйти специально под баги, чтобы тебя сразу подхватили и увезли. У нас велосипедов здесь нет, здесь едет баги по острову. Риф, коллеги, здесь двух сторон, сейчас попробую, может быть, не знаю, не буду возвращаться, и нет, вернусь все-таки на карту быстренько. Вот у нас двух сторон риф, как раз видите, человеческие плавающие тоже обозначены. Вот с этой стороны у нас более такой лайтовый снорклинг, соответственно, километровый риф, и с этой стороны более сложный снорклинг, я делала и тот, и другой, здесь действительно, вот с этой стороны тут и кораллы такие, знаете, как бы поопаснее, и больше зато животных приплывает. Вот, то есть снорклинг, есть оборудование для снорклинга бесплатное. Очень классный мини-бар для тех, кто пьет алкоголь. Не все пьют, но вот кто пьет, тем понравится, потому что в мини-баре у нас стоят большие бутылки премиального вина, большие бутылки крепкого алкоголя, помимо всяких там шоколадок и прочего, и все это дело обновляется каждый день. Если ваш гость все это дело вдруг выпил, то на следующий день это все ставится заново, это все у нас входит в питание премиум All-Inclusive. Детский клуб, правда, бассейн у нас в детском клубе, там его нет, детский бассейн у нас вынесен за территорию и находится рядом с основным бассейном. То есть отель такой для, конечно же, подходит и для пар, безусловно, для семей. Здесь, правда, одному уже немножко поскушнее, потому что все-таки более такие буйные, дикие Мальдивы, более приватная, конечно, атмосфера в целом. Еще раз, пятерка стандарт. Вот так вот выглядит риф сверху. Ириш, в принципе, если есть вопросы по Дигале, могу, да, чтобы продвигаться дальше, ответить. Честно могу сказать, мне одной будет в Дигале просто прекрасно. С замечательным мини-баром, с бутылками, еще и с таким прекрасным баром. Познакомиться всегда точно можно будет с кем-то. На самом деле, Дигале просто-просто хит. Вообще. Я не знаю, я каждый раз слушаю про него, и каждый раз просто влюбляешься еще больше и больше. Это очень круто. Вопрос, давай пойдем снизу, последний. Приложение можно активировать только по прилету на остров или нет? Нет, оно работает, вот, и можно скачать в Apple Store, если это, соответственно, iPhone, либо Google Play, если это Android. Такая коричневая иконка, и буква белая, буква D. Прямо вот набрать Дигале, и высветить, вот эта иконка скачать, и пользоваться всей этой информацией, на русском языке, пользоваться, находясь где угодно. Единственное, что там не будет интерактивная карта работать, все остальное будет работать. Все можно посмотреть. Бутылки вина все, прям, то есть все, там полностью, находясь там, ты видишь четко, что у тебя вообще, вот все, все тебе понятно, все сфотографировано. Все бутылки вина, любого другого алкоголя, все блюда во всех ресторанах. Все, мы отфотографировали, все загрузили в приложение. через приложение до вылета? Забронировать что еще раз? Рестораны до вылета можно забронировать? Нет, Нет, только вот ресторан забронировать можно, только находясь в отеле. Ресторан основной один. Основной ресторан один, кстати, очень классный завтрак. Завтрак делаем либо, ну, в основном делаем такое все на буфете, тоже там практически все есть, и тебе игристо, и что хочешь. Вот завтрак, там, кстати, можно увидеть дельфинов во время завтрака, потому что они приплывают к нам на восточную часть острова. Пользоваться ресторанами для всех категорий вилл или как-то рестораны разделены между категориями вилл? Вообще не разделены, все для всех, абсолютно. Это вообще, это самое любимое, когда ты приезжаешь, и тебе просто не надо ничего дополнительно платить, ничего. Вообще не надо, да. Ничего вообще, если что-то идет за доплату, поверьте, вам всегда скажут, что там, например, не знаю, там, лобстер под вагю будет платно там заплатить, я не знаю. Но в целом это самые крутые концепции, когда ты приезжаешь, у тебя все, просто все включено, ты не думаешь, где там какой пакет и так далее. Яночка, можно вернуть, пожалуйста, про карту на карту? По номерам подскажите, пожалуйста, Яна, бич, вилла, виспул, 415, 419 номера, норм? По номерам мне очень сложно подсказать, потому что на карте они не пронумерованы, мне нужно запрашивать отдельно. У меня, кстати, я, так как я тоже была несколько раз, я даже где-то себе записывала, что какой номер, это такая хорошая, полезная штука. Опять же, какой норм? Норм пляж, норм с волнорезой, что именно норм? А вопрос был про бич, виллу с бассейном, правильно? Вот они, вот еще раз покажу, где они находятся, они, знаете, как единственное, что я для себя отметила, отличаются. Вот тут между ними стоит дигали сьют, вот их разделяет. Вот все, что слева от дигали сьют, это прям ты к морю идешь через кусты, у тебя там максимальная приватность. А вот те виллы, бич-виллы с бассейном, которые по правую руку от бич-сьюта, они там такой, знаете, широкий пляж, и ты, в принципе, только вышел на пляж, ты уже видишь соседей. Вот, то есть там приватность значительно меньше, хотя та же лагуна шикарная, все красиво, но вот эти вот бич-виллы с бассейном, если умудриться взять полевее от слева от бич-сьюта, они, конечно, просто приватность максимальная, да, самое лучшее место. Есть косметика, халаты, тапочки? Все есть. Я не помню, бренд косметика, он просто не очень популярный. Какой-то, господи, какой-то, нет, точно не лоцитан, он, опять же, Воя, Воя, но я не помню, кто, какая страна производитель. Хорошая косметика, естественно, там тебе и все, и шампуни, и это, и, господи, как она называется, и соль для ванны, и, естественно, халаты, тапочки, все это есть, безусловно. Блин, это пять звезд, но вот Яна называет это стандартные пять звезд, на самом деле, это чуть выше, конечно, чем стандартные, потому что все-таки, наверное, я бы Курумба сказала, что это стандартные пять звезд, в Дигале, я думаю, чуть повыше категория, все равно Яна. Еще, кстати, я хочу сказать, что если в Дигале, но у нас только это в повышенных категориях, если стоит кофемашина на спрессо, то она бесплатная, так тоже на всякий случай, она просто не везде стоит, но планируем потом, может быть, она не везде сейчас стоит, да, но там, где стоит, там она бесплатная. Нас можно записаться заранее, и чтобы по прилету сразу попасть на массаж? Есть такие гости, которые очень настаивают, связываются, опять же, выходят на меня, может быть, на вас тоже, и мы, да, бронируем спа заранее, если такое пожелание есть, конечно, да, да, потому что действительно... Платить курортный сбор нужно, порядок цен на спа. Коллеги, давайте вот эти вот все вопросы, потому что время уже 17.04, у нас еще впереди. Курортный сбор, что вы имеете в виду? Гринтаксы вы оплачиваете сразу, у нас все в этом. Гринтакс ничего не надо, Гринтакс у вас включен, если вы бронируете через нас, то все включено в пакет, все налоги, все гринтаксы, все включено. Порядок цен на спа в среднем, стоимость массажа, да, я думаю, что это примерно 150 долларов где-то, насколько я... Да, от 100 начинаю, там бывает, конечно, да, можно и за 100 найти, но что-то такое вот не дешевле, да. Что, коллеги? Да. Коллеги, кто задает вопросы, я еще раз повторяю, что мы здесь отели не сравниваем. И если у вас есть какие-то вопросы, напишите в личку, напишите в чат. Сравнивать с другими отелями, когда выступает отель, это некорректно, и, соответственно, это неправильно. Вот. Сравнивать Курубу с Дигали можно, потому что это универсал. Нет, слушай, я на самом деле, когда общаюсь с агентами, могу что угодно сравнить. Я, правда, опять же, мне, я же не была в отелях-конкурентах, намного слышу что-то, поэтому я могу какие-то параллели провести, насколько я это могу просто, насколько я знаю. Про депозит, скажи, пожалуйста, есть или нет? Не берем, нет. Не берем нигде, нигде, по-моему, ни в одном отеле. Подскажи, пожалуйста, Ян, где в Дигали лучше разместить двоих взрослых, которые не хотят детского шума от детей и вот, ну, вот это. Опять же, вот скажу, что самая такая, вот, вернусь на карту, вот вообще. Да, да, вернись, у меня еще есть один вопрос. Детей стараются, да, поселить как-то поближе, у нас дети все тусуются ближе к детскому клубу, в итоге, вот, опять же, бич-вилла с бассейном, это самые приватные у нас виллы, вот. Но ты никогда не знаешь, на самом деле, конечно, где кто поселится с ребенком, тут не угадаешь. Но вот эта часть острова, она у нас, опять же, даже вот эти начальники, две категории тоже тут как бы с детьми же у нас, особенно если два ребенка, то это только от бич-виллы и выше, поэтому вот самая высокая вероятность того, что гости будут с детьми, это бич-виллы, где они, вот они у нас голубенькие. Вот тут чаще всего живут с детьми. Подскажи, пожалуйста, гости рассматривают Дигали, и принципиально для них напольное покрытие, только не плитка и не камень, если что-то... Так, мне надо включить свое видео, потому что я на это не обращаю внимания, я точно помню, что я нигде не подскальзывалась там, скорее всего, дерево на полу в виллах самих, когда выходишь на террасу, да, есть местами камень, но он не глянцевый, он такой матовый, шершавый, потому что я бы, я все время, вот если где-то скользко, я подскальзываюсь, я из этих людей, кто вечно где-то это... Там я ни разу нигде не подскользнулась, хотя если вилла с бассейном, вылезаешь с мокрыми ногами, все как бы... Нет таких проблем, что где-то скользко или вот у нас люди падают, такого здесь нет. Но если, опять же, нужно, я буду копаться в своих видео и смотреть конкретно, что там на полу, потому что так сейчас в памяти уже не помню. Но в этом в целом все нормально, с покрытием. Да, давайте пойдем дальше. Да, бежим дальше, коллеги Волосару. Я, по сути, хочу сказать, что это тоже, если мы остаемся примерно на том же уровне Волосару, это такая... Ира, правда, сказала, что это, да, что Дигали нестандартная пятерка, но я все равно пока настаиваю на своем, что Дигали такая хорошая стандартная пятерка, и Волосару тоже хорошая стандартная пятерка. Я сейчас прошу прощения. Но визуальная картинка и вообще концепт, и вообще все другое абсолютно. Общая информация такова, что в Волосарум мы едем на лодке 25 минут на юг, это Южный Мали Атолл, Волосарум маленький остров, ну, не совсем, но достаточно, 200 на 400 метров, 129 вилл, 5 ресторанов и 2 бара. Волосару у нас не про риф, тут домашнего рифа есть, ой, тут его нет, а если он и есть, то он так далеко, что до него физически не добраться, поэтому здесь не стоит вообще никак о нем говорить даже. Это отель не про риф, это отель про березу, про красивую, огромную лагуну. Ну, как бы считается, что Волосару одна из самых больших лагун на Мальдивах. По образу и имиджу коллеги Волосару это такой отельчик для молодых пар, для молодоженов, которые только поженились, и вот им прям хочется таких красивых фотографий, красивых Мальдив. Волосару очень стильный, очень такой модненький, очень романтичный, очень кукольный. Это вот то впечатление, которое я от него, будучи там несколько раз, получила. Он такой вот действительно по настроению для молодых пар. Но, безусловно, у нас тут концепт как бы от нуля плюс, пожалуйста. К нам очень много, кстати, едут с маленькими детьми сюда, по причине, что лодка 25 минут – это удобный трансфер. Никакого ожидания, мы лодку присылаем под гостей, под рейсы. И здесь, конечно, очень купабельная, красивая бирюзовая лагуна. Она не везде прям мелкая-мелкая, но купаться, конечно, не безумно удобно. То есть этот отельчик такой, как бы вроде бы для детей ничего нет, но при этом с детишками все равно едут. Быстренько с вами посмотрим на карту. В общем-то, вот он, сам остров. Здесь хочу ваше внимание обратить только на то, что категория, только вот такая категория, которая у нас называется бич-вилла, либо бич-вилла с бассейном, имеет действительно, вот я по ним сейчас их трогаю, имеют прям такой прямой выход на пляж. Вот они. У всех остальных пляжных категорий – делюкс-виллы, пул-виллы, делюкс-бунглы, перед ними вот такая вот они, делюкс, например, виллы, и перед ними такая вот дорожка, и только потом… Здесь, соответственно, могут ходить другие туристы, потом кусты и потом только пляж. Но, честно говоря, вот когда находишься на острове, эта дорожка, конечно, очень условная и совершенно такая вот… Все очень, как я говорю, все очень кукольное, все очень как декорации к какому-то, в хорошем смысле, к какому-то фильму, то есть такой он весь кукольный. Вот, поэтому это даже и дорожка кукольная, так что все, ее не нужно пугаться, но просто это нужно иметь в виду на всякий случай, продавая виллосару, что из пляжных категорий имеет супер такой прямой выход на пляж, только бич-виллы и бич-виллы с бассейном. Так, здесь мы с вами покороче будем. Здесь у нас тоже, кстати, косметика Локситан виллосару. Виллы такие небольшие, но очень стильные, очень уютные. Здесь 10 различных категорий вилл, и вот вторая снизу – это делюкс вилла, и там уже можно жить 2 плюс 2. Но правда, вот это выглядит примерно вот так, вот левый нижний кадр. Здесь двое дополнительных людей будут размещаться на… Ну, будут такие два диванчика, они будут переделаны в кровати, потом такая маленькая лесенка, и мастер-бедрум, собственно, вот оно. Ну, то есть ты как бы все равно с дополнительными вот этими людьми, с детьми, ты в одном пространстве. Это так на всякий случай. Вот, но 10 разных категорий, поэтому есть из чего повыбирать. На сайте велосару.ком есть схема каждой категории и описание, что есть в номере очень подробно. 5 ресторанов. Все 5 включены только в питание all-inclusive. All-inclusive виллосару называется Виллосару Индулдженс. Вот, если берете гостя фуллборд, имейте в виду, что никакие напитки на обед и ужин не включены на фуллборде. Даже вода. Вот, поэтому тут, конечно, выгоднее брать, наверное, ну, удобнее, тем, кто хочет, чтобы прям было все еще и с напитками, то лучше сразу смотреть all-inclusive, который называется Виллосару Индулдженс. 5 ресторанов. Я хочу сказать, что в Виллосару, вот тут не могу не сказать, что лучший, просто лучший буфет – завтрак. Там тебе, я не знаю, во-первых, куча каких-то там стеклянных бутылочек. Здесь тебе детокс соки, здесь тебе еще свежевыжатые соки, очень правильно сваренный кофе. Как-то вот буфет просто невероятный. Вот тут хочется прям долго-долго прям закладывать время на завтрак. Действительно супер. Это не только, кстати, мое мнение, это один из лучших буфет-завтраков на Мальдивах. Лучше, чем в Виллайду, Ян? Слушай, но нельзя сравнивать эти два отеля, вот так я скажу. Ну согласно, да, уровни. Если мы берем пятерки стандарт, то это вот прям лучший завтрак-буфет. А завтрак-буфет – это шведский стол, правильно? Это когда все на шведском столе, да, когда нет ничего по меню. Да-да-да. Вот. И вот еще раз хочу коллеге подчеркнуть, что вокруг везде бирюзовая вода. Я, кстати, что делала? Во-первых, можно взять оборудование для снорклинга бесплатно. Оно бесплатно на любом питании. И остров оплывать вот так вот по кругу, что я, собственно, и делала. Там есть и рифовые акулы, там были черепахи, там были различные рыбы. Да, там нет вот этого обрыва в бездну, то есть домашнего рифа своего нет. На риф велосару возят. Я даже возилась, я делала, платила за эту отдельную экскурсию. Но это тоже кому будет интересно, я расскажу впечатление. В общем, рифа своего нет, но есть классная бирюзовая лагуна. В велосару, это еще раз подытожу, в общем-то, по имиджу для молодых пар, но вообще, в принципе, для пар он, конечно, очень хорош. Семьи бывают в основном с маленькими детьми, потому что очень классно купаться, очень такой маленький, удобный, комфортный остров, красивый, и близко 25 минут на лодке. Вот я постаралась как бы очень коротко рассказать. Если есть вопросы, я бы хотела, да, ответить и идти дальше, чтобы нам... Яночка, размер острова и трансфер, все. Да, еще раз повторюсь, размер острова 200 на 400 метров и трансфер 25 минут на лодке на юг. Это Южный Мали Атол. Есть русскоговорящий персонал? Русскоговорящий персонал у нас, кстати, есть практически везде. Да, и здесь велосару он тоже есть, поэтому проблем, никакого барьера у нас нет. Для детей есть что-то? Ничего. С детьми едут только потому, что, опять же, трансфер и купание. Для детей нет, к сожалению или к счастью, ничего. Зато хорошо тем, кто едет парами. Вот, так что детей все-таки тут не так много. Спрашивают про велосару и дигали. Это совсем разные отели, с разной концепцией, с разным настроением. Очень, очень. Очень разные отели. Вечером есть что-то в велосару? Да, такая очень как бы культурная музыкальная программа. По-моему, даже 6 дней из 7, то есть часто, около основного бассейна. Обязательно кто-то там живую поет или что-то играет. Это обязательно есть тоже, да. Но это не прям такая веселуха. Веселуха, как в Курамате и в Курумбе, но это, тем не менее, практически каждый вечер, да, есть такое. Дальше. Пойдемте дальше. Да, бежим дальше. Сейчас тоже очень коротко, коллеги. Мы, опять же, я напоминаю, что мы чуть-чуть так идем прям шажками вверх. Кандолу еще быстрее попытаюсь рассказать. Малюсенький наш остров, пятерка с плюсом. Такая вот, именно вот не делюкс и как бы и не стандарт. Пятерка с плюсом. Малюсенький остров, 150 на 200 метров. Это бывший пикник-остров. В 2014 году решили переделать пикник-остров и сделать из него отель. Здесь у нас 30 вилл и 5 ресторанов уместились на этом острове. Они просто очень маленькие рестораны. Здесь у нас, значит, трансфер 20 минут на гидросамолете. Гидросамолет мы не сажаем около острова, мы сохраняем тишину и сохраняем животный мир, потому что тут у нас черепахи, прям они плавают по поверхности и выходят на берег. Это Ари-Атолл, северный Ари-Атолл, соответственно, ну, примерно на запад 20 минут на гидросамолете. Свой лаунж в аэропорту гидросамолетов. 150 на 200, еще раз повторюсь, размер острова. Вы видите на этом фотографии, здесь такой как бы риф у нас по всему периметру. Здесь все очень камерное, все очень маленькое, поэтому такая узкая полоса пляжа. Тут же такая достаточно узкая лагуна, дальше начинаются кораллы и дальше уже риф. Еще раз повторюсь, мы здесь сохраняем тишину, нет моторизированных видов спорта, и гидросамолет мы сажаем в стороне на плавучую платформу. Здесь тихо, спокойно, и черепахи плавают прямо по поверхности, поэтому даже вот не делая снорпинг, все равно увидишь черепах. Здесь интересная концепция в отеле Кандолу. Попытаясь тоже быстро. Во-первых, ты приезжаешь, у тебя тебя встречает семья, семейная пара, муж и жена. Они фактически женаты. Он канадец, по-моему, она французенка, я не помню сейчас точно. И они управляют островом, они прям управляют, и они тусуются с гостями по вечерам. К тебе как гостю обращаются только по имени. Нет никакого мистер, сэр, господин, то есть такой формат специально сделан. Никакого нет дресс-кода, нет пафоса, нет гламура, но при этом хочу сразу сказать, что это невероятная высокая кухня, это просто топ гастрономии, это прям мишлен можно давать. Все а-ля карта, даже завтраки, на завтрак приходишь, тебе говорят, Яна, что ты вот опиши свой любимый завтрак. Ты описываешь, и тебе это приносит, тебе даже такое не снилось, то есть ты просто видишь реально твою мечту. В каждой вилле стоит камера бесплатно GoPro. Для тех, кто не знает, это профессиональная спортивная камера, ей можно снимать под водой видео, фото, ей можно, условно говоря, там она антиударная, и она стоит, это последняя модель, в каждой вилле у нас на треноге такая камера, и гости ей пользуются бесплатно в течение своего отпуска, и материал отснят и забирают с собой. Это сразу говорят про такие яркие черты отеля. Очень современные виллы, все полностью, такой умный дом, все переведено на русский язык. Тут у нас тоже есть русскоговорящий персонал, один человек. Такие как бы все управляется, весь, вся вилла управляется с айпэда, стоит еще такая модная колонка, которая сразу подключаешь с телефона свою любимую музыку. Вот, и вот, соответственно, гоупро, колонка, айпэд, с которого, где вся информация тоже про виллу, вообще про курорт. Если здесь у нас, кстати, концепция 6+, то есть детишки только от 6 лет, и вот как-то мне так повезло, я приехала в Кандолу, была русскоговорящая семья с двумя детьми. Вот, такие семьи мы здесь селим, вот в эти дюплексы, такие двухэтажные, где на втором этаже спальня, на первом мы ставим две доп-кровати. Вот, то есть тут отель про такой, про здесь хорошо отдыхать со своей компанией, здесь хорошо, конечно же, пары, здесь ощущение, что ты приезжаешь, как будто вот на какой-то, вот ты забронировал свой остров, либо ты приезжаешь к друзьям, либо каким-то, либо в какую-то семью в гости. Вот тут именно такое ощущение, никаких правил особо нет, ни дресс-кода, ни пафоса, ни вот, но при этом, еще раз скажу, вот гастрономия прям вот, Ир, даже для тебя подчеркну, вот из всех отелей Universal, вот топ гастрономии, это Милайду, это Барос, это Кандолу как раз-таки, и еще можно отчасти Хувафан отнести, то есть я бы даже Кандолу вот по уровню, да, это не только мои слова, если ты поедешь, вот ты поймешь, это прям вот, это прям Мишлен. Я очень хочу в Кандолу поехать, именно посмотреть, потому что это вот такая больше, мне кажется, европейского типа отдыха. Абсолютно европейского типа отдыха. То есть кому-то он не подойдет, а кому-то он идеально подойдет. Да, совершенно верно. Сам себе делаешь все, и сам с собой отдыхаешь, со своими друзьями, в своей тусовке, в такой, в этом, и не нужно, чтобы тебя развлекали, вот эта вот история другая, да. Да, коллеги, это было просто суперкоротко, но мы вынуждены, да. У меня есть один вопрос, не поверишь, но про Вилосару. У нас агент, Яна очень активный агент, и она спрашивает, она забронировала туристов, бич-вилла с бассейном, и спрашивает, нормально ли в Вилосару бич-вилла с бассейном. Это самая лучшая категория Вилосару. Мне, почему я люблю, например, водные виллы Вилосару, но под ними не очень хорошее дно. Это так я для себя тоже пометочку ставила. Самая лучшая категория – это бич-вилла с бассейном. Особенно, если попросить северную сторону. Там будет, она не совсем северная, то есть там будет прям видно, как садится солнышко. Для меня просто это топ, вот это самое лучшее место в Вилосару. Это бич-вилла с бассейном на северной стороне. Вот это вот. Яна, Яни всегда Яна, да? Да. Яна, Яни. Спасибо большое, пишет Яна. А по кандолу вопрос. Нет никакой живой музыки, а что есть из развлечений? Живая музыка немножко есть, не каждый день, но она есть в районе такого основного ресторана, где завтрак. Но это все очень такая вот легкая культурная программа, совсем легкая. Все, никаких больше развлечений. На самом деле кандолу я могу сравнить, честно говоря, это уровень примерно Сардиния, какие-то отели, которые стоят на Коста-Смеральде, где сам себе иногда приезжают, поиграют себе на музыке, поиграют на каком-нибудь пианино-рояле, а так вы сами по себе. Это другой уровень отдыха, по-другому просто это люди, по-другому настроенные на отдых, на самом деле, у которых чуть другие представления. Все. Это такой камерный, такой очень приватный, очень отдых, да, без всяких каких-то дресс-кодов, правил и пафоса и так далее. Это для... Но при этом супервысокой кухни, и вот с этой вот такой вот технологичной виллой, да, с камерой. Вот, поэтому... Так, коллеги, дальше, прям очень быстренько. Подожди еще, подожди. Я прошу прощения, да. Подожди еще. Давайте. Очень хочется в кондолу. Вход в море песочек без кораллов, купаться там удобно. Вот смотрите, хорошо, вот этот кадр, кстати, передает в середине снизу. Сначала, как я сказала, узкая полоса пляжа, потом достаточно узкая, но тем не менее есть возможность войти, и если нужно, то дальше уже придется плыть над кораллами. То есть тут такой, да, нюанс. Но вот, но тем не менее, войти и искупаться можно. Я плавала совершенно спокойно, вот при входе. Из-за того, что много черепах, водорослей нет? Нет, водорослей нет. Вот нигде не видела. Кандолу можно комбинировать с каким-нибудь из отелей? Вообще с любым. Даже не обязательно universal. Вообще сейчас нет вот этих всяких ПЦРов и так далее. Все упростилось. Я даже рекомендую кандолу комбинировать с каким-нибудь большим островом вообще любой цепочки. Вот и все. Мне кажется, это очень правильно будет как раз таки. Самый добрый ательер в мире вообще. Самый добрый. Поехали дальше. Да, поехали дальше. Отель Хуафенфуши. Мы так приближаемся к концу моей презентации. Бутиковый. Это вообще первый бутиковый отель на Мальдивах. Ему где-то 16 или 17 лет на данный момент. Маленький остров. 150 на 350 метров. Он, конечно, побольше, чем кандола, но тем не менее достаточно маленький. Это у нас север-запад от Малия. Плывем на лодке 30 минут. Трансфер на лодке 30 минут. Лодка, кстати, у нас даже в аэропорту есть такой очень приватный, такой прям люксовый лаунж у Хуафенфуши. Не очень понятно, зачем он нужен, потому что очень быстро мы подаем лодку под гостей, но тем не менее гости приводят в этот лаунж, чтобы он уже окунулся в эту атмосферу Хуафенфуши. Такой модненький, люксовый, маленький лаунж в аэропорту. Дальше лодка, лодка с Wi-Fi бесплатным, с браслет тебе сразу дают такое от укачивания. То есть ты понимаешь, что ты едешь в люксовый отель. Бутиковый. Вообще Хуафен, он такой, и можно туда отнести вот это определение и тяжелый люкс, и бутик, и атмосферный очень. Вот такой я сейчас про свои впечатления. Очень зеленый. Никаких у нас тут ни волнорезов, ничего нет. У нас безумно красивая картинка для глаза. Вообще в Хуафене исторически был первый, как его называется, господи, первый инфинити бассейн. Понятно, сейчас он есть практически у всех, но это был первый инфинити бассейн. Здесь сразу скажу, шикарный риф. Вот тут он сейчас на кадр не попал. Вот слева как раз у нас там появляются кораллы, там у нас риф. Там, наконец-таки, я увидела цветные кораллы. Там и черепахи были, рифовые акулы, и скат был. То есть и живность как бы есть. Очень красивый риф. И даже цветные кораллы. Может быть, это работа нашего морского биолога, который у нас тут активно выращивает кораллы. Но, тем не менее, вот здесь, наконец-таки, я увидела цветные кораллы. Лагуна вообще шикарная. То есть тут у нас как бы тоже такой очень-очень атмосферный, очень зеленый маленький отельчик. И ботиковый к тому же. То есть он, знаете, как в контрасте с кондолу. Если кондол, он такой для европейцев, то тут как раз, может, больше для таких вот наших граждан, которые любят как раз одеться, которые любят люкс, которые любят бренды. Вот сразу как раз скажу про бренды. У нас здесь 44 виллы и 5 ресторанов. Виллы все вот выполнены, в принципе, вот эти кадры, они передают такой общий стиль. У нас сейчас реновация, кстати, в 19-м году была, потом просто прервалась пандемией. Мы потихонечку реновируем наши виллы внутри. Одной из наших большой вилл, которая называется Куб. Она 800 квадратных метров. Мы скоро сделаем вот скольки спальнивую, не помню, то ли двух, то ли даже трехспальную виллу. Это в Мальдивах очень такая потребность большая в этом есть. И вот мы, у нас такой есть интересный план. Короче, Хуафенфуши будет скоро немножечко, наверное, другим потихоньку. Увеличим количество спален в виллах. Тут везде бренды. Тут у нас Фретте, это такой текстиль и постельное белье. У нас все Фретте, итальянский такой люксовый бренд. Техника Бенкен-Доловсен. Косметика Диптик. Это французский нишевый парфюмерный бренд. Сумасшедшая совершенно косметика по качеству, по запаху Диптик. Я думаю, что, может быть, слышали. Тут у нас минимум один бассейн в вилле. То есть обязательно либо один бассейн, либо два. Причем, правда, один бассейн, если он один на вилле, то он в ванной комнате. Под открытым небом, но в ванной комнате. Опять же, для вот такого как бы очень приватного, интимного отдыха. Приватность очень хорошая вообще во всех виллах. И наш генеральный постоянно говорит о том, что вообще вот эти, скажем так, гости, у нас тут были и политики известные, и певцы известные, которые узнаваемые, естественно, с лица, которые уже много раз были на Мальдивах и были во всех таких известных отелях. И здесь они вот комментировали, что наконец-таки там их никто не пытается сфотографировать. Как-то они наконец-таки отдыхают. Потому что действительно у нас Хувафен очень зелено, очень приватно. И все виллы сделаны таким образом, что ты там, что у себя там на этом маленьком, да, на территории, либо немаленькой территории, ты как бы вообще тебя никто не видит. Вот там, то есть и какие-то, ну, не назову это заборами, но специальные такие как бы стены и зелень, и все, в общем, максимальная приватность. Вот поэтому даже известные личности здесь себя чувствуют очень комфортно. Но только те, правда, которые хотят, оно комфортно. Может быть, есть, не знаю, опять же, кто хочет, чтобы его узнавали, фотографировали, тут уже как бы кому что. Две фишки такие самые главные в Хувафене, очень хочу об этом сразу сказать. Это подземный погреб, где-то на 8-9 метрах под землей. Ой, это вообще очень невероятное ощущение, когда ты на Мальдивах отпускаешься на таком маленьком острове под землю, и там холодно. Мы даем, если делаем там ужин, и гостям пледы и горячие камни под ноги. 6 тысяч бутылок вина коллекция в этом погребе. Сумасшедшее совершенно помещение. Такие свечи ставим, когда вот, ну, опять же, спускаешься, как в Средневековье такое у тебя свечи, вино, погреб, холод. Очень так чудно и очень классно. И подводный спа на 8 метрах под водой, у нас такой павильон, спускаешься вниз, и ты в таком вот, ты понимаешь, что ты под водой, там не работает связь. Это помещение, скажу коротко, мы используем и под спа-процедуры, соответственно, там стеклянные стены. В этом же помещении, вот здесь справа два кадра, мы делаем там ужин за дополнительную плату, максимальная посадка 4 человека. И делает наш морской биолог экскурсии, выдает специальные очки, фонарики, и как бы в коралла светится определенным образом, и всякая живность приплывает, ну, как бы, когда темно, там еще больше живности. В питании у нас максимальное в ваффенфуши – это фуллборд. То есть у инклюзива нет, у инклюзива не планируется, то есть максимальное питание фуллборд. Но в фуллборде, соответственно, там либо такие опции, либо ты в основном ресторане ужинаешь, и у бассейна ты обедаешь, это будет включено все. Но если ты хочешь как-то поменять ресторан, то есть кредит у каждого гостя на фуллборде. На обед этот кредит 30 долларов на человека, на ужин 65 долларов на человека. Но если не хочется тратить лишнего, то вот фуллборд, максимальное питание, обязательно какой-то ресторан будет входить полностью бесплатно. Тут, да, я постаралась, друзья, коротко. В общем-то, кстати, Хуафен, мы очень в Хуафене любим коллаборации с какими-то звездными шеф-поварами. Сейчас, правда, ситуация вот была, ну, она и есть сложная. Последняя коллаборация была достаточно давно, в январе, но вообще делаем обычно чаще. Вот последний у нас был повар, шеф-повар Андрей Коробяк, у которого на Пушкинской площади свой ресторан Юра. И он приезжал и делал авторские меню в нескольких ресторанах в Хуафен-Фуши. То есть мы любим такие вот штуки тоже делать. Вот, поэтому еще раз подытожив, это первый ботиковый отель на Мальдивах. Он сохраняет свою такую какую-то ботиковость, очень атмосферный. Мне очень понравилось вечером, никто тоже нигде таких фотографий нет, но мне понравилась вечером обстановка атмосферы вот среди деревьев. На всех деревьях висят такие шары над дорожками, плетеные из грубой веревки, и внутри лампочка, и они как бы, воздух все равно колышется, они шатаются, и у тебя все дорожки в такой паутинке. Тоже очень-очень атмосферно. Это, конечно, для больше таких статусных пар. Здесь концепция 0+, то есть можно с детьми, пожалуйста. Раньше Хуафен был у нас Adults Only, сейчас он для всех от 0+. И единственное, что как бы для детей ничего нет. Есть один там детский уголок, но там нет никакого недежурного, никакого няни, никакого вообще. Вот никто за ним не наблюдает. Просто детский уголок. Там даже есть PlayStation, но я предпочитаю о нем лишнего не говорить. Лучше считать, что Хуафен для детей ничего нет. Это будет правильней. Вот, то есть такой больше для пар отелей. Я слушаю вопросы, и мы быстренько бежим дальше. Вопрос один. Как с напитками на FB? Все влюбились. Я же говорю, это просто вот... Вот Хуафен, это просто вот мечта. Я не знаю почему. Вот именно он. Он это прям вообще... Так, сейчас на футборде, да, безусловно, включены у нас, по-моему, сейчас вот, Ир, хороший вопрос. У меня такая иногда, знаешь, когда рассказываешь про все 8 отелей, вот, начинается в голове каша, поэтому я лезу в свои заметки. Секунду. У меня же все зафиксировано. Так. На футборде. И еще есть ли вечером музыка? Нет, вот смотри, я отвечаю на вопрос. На футборде все напитки за дополнительную плату. Вот он, правильный ответ. Музыка есть, но тоже совсем чуть-чуть, и как бы вот так вот, немножко культурненько, чуть-чуть живая музыка у нас бывает по вечерам. Приватно, модно, гламурно. Да, вот здесь уже про бренды, про пафос, про гламур, это да. Это не пафос, это вот любовь к себе такая, почему я тоже... Ради бога, хорошо. Для меня пафос, это слово со знаком плюс. Да. Может быть. Так, коллеги, бежим дальше. Барос. Барос и Милайду. Барос. Тоже коротко постараюсь это как бы так объединить. Это, безусловно, люкс. Это такой классический мальдивский благородный, очень благородный курорт. Вот там прям, во-первых, там деревья тоже. Барос в свое время, до того, как он впервые открылся, это вообще третий отель на Мальдивах. То есть он тоже такой вот исторический объект. Но он был сначала открылся как какой-то там Барос-четверка, потом, по-моему, в 2009 году, по-моему, примерно, да, или в 2005 он полностью закрылся на такую вот тотальную реновацию, после которой это был совершенно уже другой отель. Тоже остался с именем Барос, но это уже пятерка люкс. Вот. Но до того, как вообще он впервые появился, это была пальмовая плантация. Там мальдивцы выращивали пальмы, чтобы собирать кокосы, чтобы, не знаю, там на дрова их, может быть, рубить. Ну, в общем, это был такой вот прям пальмовый, пальмовая плантация. И вот какие-то пальмы с тех пор сохранились. Им по 200 лет, и там посередине у нас есть такой, ну, чуть-чуть, как бы не совсем посередине острова, есть такой пальмовый сад. И просто вот солнце пронизывает вот эти пальмы. Это какое-то для меня вот было самое волшебное место на острове Барос. Так, здесь нужно сначала начать, ну, вообще не с этого, надо начать с общей информации. Барос у нас, естественно, как я сказала, такой классический мальдивский пятерка люкс. Вот. Здесь у нас размер острова, боже мой, вот тут я забыла размер острова. Так бывает, когда сейчас момент, чтобы вот, не дай бог, не ошибиться, все-таки правильно сказать. Да, вот 300 метров на 350 метров. То есть тоже такой, в общем-то, небольшой. Концепция Барос-отеля 8+, детишек принимаем от 8 лет. 25 минут на лодке мы едем примерно, кстати, в сторону Хуафенфуши, то есть тоже на северо-запад от Мали, на лодке 25 минут. Тоже лодка такая люксовая, с Wi-Fi, с браслетами от укачивания, сразу как бы чувствуется. Для детей ничего нет, еще раз, дети от 8 плюс лет. Это Северный Мали-атол. Вот здесь у нас, вы знаете, что удобно в Баросе? Во-первых, в Баросе все виллы, их всего 75, можно разделить на такие три типа. Это вот виллы, словно говоря, такого начального уровня, те же самые виллы, но уже с бассейном, и такой люксовый сегмент, где у нас резиденция есть очень классная, она самая новая, и Барос-сьюты. Так, вот немножко посмотрим на Барос со стороны. Тут тоже есть немножко, кстати, волнорезы, но они только со стороны рифа. Риф безумный, вот риф в Баросе, я не хочу обидеть другие отели, он даже круче, чем в Уаффе и Фуши. Надеюсь, меня не слышат мои коллеги. Вот, он, и цветные кораллы есть, и черепахи, и рифовые акулы, и риф достаточно близко к берегу. Как раз сейчас на этом кадре хорошо видно вот самый такой вот близко к нам, вот этот пляж. Справа от ресторана «Маяк», который с белой такой шляпкой, там как раз риф, там он просто невероятнейший. Это просто 12 из 10 баллов риф в Баросе. То есть, безусловно, этот отель про риф, конечно же. Так, еще несколько фотографий. Вот так вот можно тоже посмотреть на эту карту. Так, что я хочу сказать, коллеги, есть такая, я не знаю, имею право говорить или нет. Сейчас в Баросе проходит, я, наверное, скажу, все-таки мы и так общаемся, неофициальные реновации. Я не могу до сих пор понять, чем она отличается от официальной. Энное количество вилл переделали. До этого реновации у нас были, в 17-й год одни виллы реновировали, в 18-й другие категории, в 19-й, там третья категория. И вот сейчас, в 22-й год, мы заново делаем, правда, стараемся делать это очень аккуратно, культурненько. Она сейчас, правда, это реновация, кусок уже прошел. Вот сейчас, на середину ноября, мы ее практически закончили. Поэтому, если у вас брони есть на декабрь, либо на Новый год, в Барос пугаться не нужно. Ничего там уже никого не побеспокоит. Но Барос, скоро мы будем какие-то новости объявлять, то есть что-то там у нас поменяется. Это такой, я в целом тут очень коротко, Барос, почему я говорю благородный, очень много такого вот дорогого, местами даже темного дерева, который я лично очень люблю. Вся техника спрятана куда-то. Здесь у нас она спрятана вот в эти пуфики, то есть пуфик открываешь, там у тебя телевизор. Естественно, у каждой виллы свой дворецкий. Потом у каждой виллы свой, не свой точнее, а такой Барос аромат это называется. Ты входишь в виллу, и ты чувствуешь, что что-то вот прям вот какой-то то ли афродизиаки, то есть специальный какой-то вот маслом, каким-то вот таким очень вкусным пахнет. Я узнавала, пыталась выяснить, что это за маслом, и сказали, что это Барос какой-то рецепт. Ну, как бы он не раскрывается, к сожалению, но он прям цепляющий. Вот тут как бы оставила несколько кадров буквально, чтобы коротко рассказать. Вот наша самая новая, самая свежая категория – это Барос резиденция. Она, правда, с одной спальней. Тут можно поставить беду к кровати, будет четыре человека. Но до кровати встанут у нас в гостиную комнату. Тут большая ванная, большая спальня, большая гостиная, большой бассейн и какие-то еще плюшки всякие. Мы тоже добавили бесплатные. Они, правда, меняются периодически. В Баросе высокая кухня. Вот тут, как я сказала, тоже вот Барос могу отнести прям вот особенно ресторан «Маяк», который сейчас на правом нижнем кадре, это просто практически уровень мишлен. Это такая французская, наверное, больше кухня. Поэтому на всех видов питания, где включен ужин, ресторан «Маяк» будет включен только… Вот тут ограничения есть только раз в четыре дня. Можно в нем бесплатно поужинать, если ужины включены. К сожалению, есть такое ограничение. В Баросе все типы питания есть. All-inclusive есть. Значит, ресторан «Маяк», всего три ресторана. Ресторан «Кайен», где есть там такой тоже очень классный, модный. В основном он мясной, но там есть тандури печь. И еще есть тапаньяки станции, то есть там разные кухни. И ресторан «Лайм», который смотрит… У него такой красивый такой угловой бассейн. И тоже все эти рестораны, в принципе, они как бы смотрят на закат. Хотя на завтраке это не актуально, но тем не менее. Шикарные завтраки в Баросе, горячие по меню. Ну, холодные закуски на буфете. Огромное количество, огромный выбор. Игристые и так далее. И в Баросе, что мне очень нравится, есть свой музей. Прям настоящий мальдивский музей. Вот прям очень рекомендую. На втором этаже там есть такое основное здание, где бутик внизу, ресторанчик. Не ресторанчик, а кафешка. И сверху настоящий музей. Там огромная такая историческая карта Мальдив. Там вот эти всякие штуки, экспонаты, чем они там Мальдивс, вот этим они там резали, рубили, готовили. Все это есть. То есть не нужно ехать куда-то в Мали, Хулумали, искать какой-то музей. То есть можно вот в Баросе, можно прикоснуться к истории Мальдив. Так. Он входит, кстати, в ассоциацию Small Luxury Hotels of the World. Вот. Наверное, вот это так вот, коллеги, очень коротко. Баросе еще расскажу. Это такой благородный, такой люксовый, очень классический мальдивский курорт со всеми типами питания. Вот с музеем. Здесь уже, здесь тоже хочется, кстати, вот здесь хочется одеваться, и каблуки, и платье. Здесь такой вот атмосферы. Еще раз напомню, 8+. Ирин, какие-то вопросы? Я постаралась просто максимально коротко. Один. На все включено. Посещение ресторана «Маяк» тоже ограничено один раз в 4 дня. Да, именно так на все включено ресторан «Маяк» раз в 4 дня, к сожалению. Кстати, у Бароса есть очень несколько классных тоже фотографий, даже не совсем передают, таких мест необычных. Во-первых, такая вот справа снизу плавучая платформа, она стоит прямо в лагуне, где-то метрах в 300-400 от берега, и на ней мы делаем какие-то приватные завтраки, церемонии, ну, все что угодно. Можно ужин сделать, она прямо вот там такие белые флаги, они постоянно трясутся от ветра, невероятно красивая штука, называется пьянодек, пианино-палуба. Ну, это я сейчас дословно переводить, потому что она как рояль выглядит. И вот это вот слева, это на самом деле такая круглая отмель, она идеально круглой формы, минуты 4-5 от Бароса на лодке, ну, принадлежит, соответственно, отелю Барос, и тут тоже вот прямо гостей мы, если они хотят какую-то церемонию или ужин, мы забрасываем туда, все им там красиво делаем, и они вот, ты представляешь, такое ощущение, ты вот на круглой отмеле посреди океана вдвоем с кем-то. То есть у тебя как бы вот такое вот ощущение, прямо вот ты понимаешь, что все, вот больше ничего, кроме тебя не существует. И классная очень вот такая кругленькая-кругленькая отмель. Яночка, как бы ты сказала, для какой публики Барос? Барос, безусловно, для такой, опять же, он, конечно же, как бы для всех, но по атмосфере он для таких, для, не то чтобы возрастных, неправильно будет сказать, для таких каких-то вот благородных пар, любителей высокой кухни, любителей вот так вот как-то всего красивого, красиво выйти, вот это вот такие, и классики, любители вот всего классического. Вот, вот, вот прямо самое правильное слово – это классика. Вот те, кто любит… Классика в хорошем ее исполнении, да, то есть… Я в плохом классику не знаю. Но это имеется в виду, что не одни пенсионеры, конечно, я в этом… Нет, конечно, там и с детьми приезжают, да, и с детьми, и даже с детьми очень хорошо и нормально. Вот единственное, что у самого Бароса, у острова нет как бы широких пляжей, то есть пляж по всему периметру, он такой достаточно узкий, вот это может быть тоже кому-то не знаю. Но вход в воду везде практически очень хороший. Кстати, все категории номеров так грамотно выстроены, что ты можешь, у тебя любая категория, вот ты берешь, она есть и около лагуны, она есть около рифа и еще там где-то. То есть ты всегда можешь так плюс-минус пометочку поставить и выбрать, где поселиться. Вот в любой категории так сделано. Коллеги, вот все рестораны, которые Яна упоминала, да, пьянодек и на отмели, конечно, это за доплату, потому что это как отдельный экспириенс такой, это романтические ужины, это какая-то вот… Да, но это во всех отелях, мне кажется, все вот эти вот, да. Да, они всегда идут… Да, коллеги… Хорошо сказали для эстетов, видишь. Для эстетов, хорошее тоже, да, хорошее тоже определение, да. Мини-бар каждый день пополняется в Баросе? Да, мини-бар пополняется каждый день. Русскоговорящий персонал есть? Есть, у нас батлер, я не помню, как ее зовут, девочка очень профессиональный батлер, и она русскоговорящая, по-моему, она, наверное, сейчас одна у нас русскоговорящая. А какие звезды там жили, учитывая, что Барос – это третий отель на Мальдивах? Ой, я сейчас… Вообще практически все. Все, кто был, да, они там жили. Могу где-то достать список самых-самых таких популярных, у меня его перед глазами нет, но, конечно, Барос служит как бы такой. Любимый отель нашей Ани Ткаченко, коммерческого директора Барос, из универсалов ее любимых. Это главная, да, наша звезда, которая была у нас Баросом. Да, Барос, спасибо. И вот это невозможно. Так, ну давайте… Это развлечение, йога, музыка по вечерам. Естественно, и йога, и музыка тоже есть, и дайвинг-центр классный, профессиональный есть. Я просто, коллеги, не успеваю сейчас об этом рассказывать. Вот, это все есть абсолютно. Про Барос у нас есть, на самом деле, от нашей Аны Ткаченко большой, очень подробный обзор с ее видео. Она попала и завтракала на пьяно-деке от чего-то, мне кажется, чуть ли не плакала, когда высылала бесподобные видео оттуда. Вот, и мы обязательно выложим в каналы. Давайте так, что я обещала Барос, пусть это будет следующий отель, который мы полный обзор крутой, классный выложим. Хорошо? Вот, чтобы Яночку снять. Пойдемте в Милайду, это мой любимый отель. Да, Ир, ты можешь тогда не отключаться, потому что я хочу, да, уже ускориться, закончить. Не то, чтобы я... Ну, просто, да, мы растянули, конечно, презентацию. Милайду на сегодня последний отель. Это, безусловно, люкс. Это такой... Сейчас помоги мне тоже подобрать слова. Это такой камерный люкс. Это аутентичный люкс. Как это странно, может быть, звучит, но... Легкий какой-то он такой. Да, он очень, конечно, легкий, современный, потому что остров, он, по сути, выполнен в таком, как бы, как а-ля мальдийская деревушка. Да. Но важный момент. Во-первых, все виллы и вся мебель в виллах сделаны либо круглой, либо овальной формы. Ну, практически вся. И сделана на заказ. Вот вы видите, я сейчас листаю фотографии. Все либо круглое, овальное, бассейн. Ну, все. Вот все, что куда падает глаз. Во-первых, сама вилла тоже овальная. И у тебя из каждой виллы, Ир, если ты помнишь, открывается, получается, 180 градусов вид. То есть ты все время у тебя такой... Я просто опять вижу, как я сижу. И может быть, мне иногда кажется, что, может быть, какой-то психолог участвовал в создании мебели. Но, в общем, это обволакивает. Люди, у которых какие-то, не знаю, проблемы или какие-то претензии к чему-то, это все сглаживается, все острых углов нет. Поэтому ты вот как бы закручиваешься вот в этом вот всем. И поэтому, скажу честно, за мою историю работы в компании Universal я не получала ни одного отрицательного отзыва о Милайде. Он нравится всем. Это наша такая вишенка на торте. Так, что тут такого? Сейчас подчеркну. Вот мы смотрим с вами красивые фотографии. Маленький остров. Вадипарма, маленький остров, да? Да, 180 на 300 метров. Он маленький. Сюда мы летим на гидросамолете 35 минут. Очень важно. Милайда у нас находится на севере в Баа-Атоле. Рядышком находится Ханифару-Бэй, известный, где живут манты. Вот, поэтому Милайда тот самый отель, где мант можно встретить, просто делая снорклинг, соответственно, около острова. Риф шикарный. Риф опоясывает тоже весь остров. Практически везде вокруг можно снорклить. Соответственно, здесь у нас, правда, здесь у нас нет ни дайвинг-центра, ничего такого. То есть очень маленький, приватный остров, такой тоже камерный, еще раз подчеркну, аутентичный. Очень тихо. Мы не сажаем гидросамолет около острова, мы сажаем в стороне. Соответственно, мы здесь тоже, вот, водных видов спорта моторизированных нет. То есть тут полная-полная тишина. И здесь, вот тут как раз интересный нюанс. Ну, все равно не во всех люксовых отелях есть он инклюзив. Это как-то так вот, ну, не всегда вяжется. В Милайду он есть, его специально ввели. Вот. И тут, как бы, мой любимый ресторан, который называется Ботели. Это такие три лодки, стоящие на воде. Очень, это мальдивская высокая кухня. Потому что, вообще, это странное слово-сочетание, но мальдивская кухня бывает еще высокой. Вот они смогли это вот все соединить. И эта кухня у нас представлена вот в этом ресторане Ботели, который находится на воде. У нас, в принципе, у нас три ресторана. Здесь все они смотрят на закат. И 50 вилл, не сказалось самое главное. Здесь у нас 50 вилл. И мы, кстати, кстати говоря, по-моему, до сих пор наша резиденция, не помню, здесь она есть на фото или нет, вот она, на воде. Наша самая большая категория. Мы сделали, во-первых, ее переделали не так давно. Там на втором этаже появился тренажерный зал. Добавили вторую спальню. Это двуспальная резиденция. Теперь она свободна на даты с 28 декабря. Я так на всякий случай. Она божественна просто. Да, она божественна. Она была на инспекции, мы ее смотрели и просто не могли оттуда уйти. Мы как-то вообще зависли вообще. Вообще самая минимальная категория номера в Милайду – это водная вилла с бассейном. Бассейн – там 42 квадратных метра. Это наши самые минимальные бассейны. И сама вилла где-то 245 квадратных метров. Это наша базовая категория. То есть Милайду – это такая вот абсолютно, я не знаю, аутентичность. Это какая-то такая вот очень вроде современно и очень красиво. И для глаза, как я говорю, вот эта мебель. И даже основной ресторан, который сделан с таким, он как в виде бублика. И в середине там стоит такой баньян-дерево. Тоже очень такое классное место. Ир, любые твои комментарии приветствуются. Я постаралась максимально… Да, я знаю, что, Яночке, уже надо бежать. Я, наверное, быстро сейчас скажу, чтобы мы завершили запись. Милайду – это лучшие завтраки. Милайду – это невероятные батлеры. Своему батлеру Ахмеду, может быть, он меня услышит. Или кто поедет в Милайду, передайте, что он лучший вообще на земле человек. Вот. Это суперобслуживание. И самое главное, что это семья. То есть вот эта вот история, которую они делают, что ты попадаешь, что… Я аж слезы, я аж дрожу. Потому что ты попадаешь, и тебе говорят, что добро пожаловать в семью, Ирина. Ирина, добрый вечер. Ирин, как у тебя дела? А какой там дженерал-менеджер? А какие там эти… Я ходила босиком по всему отелю. Девочки, кто-то обувался. Абсолютно аутентичный отель, который нужно ехать на 3-4 ночи, чтобы как минимум перезагрузиться. Потом можно в Наутилус уже потусить. Да, это тяжелый люкс-отель, да, но сам по себе отель легкий, крутой, круглый, с безупречными входами в воду, с очень высокой приватностью, с базовой категорией водные виллы. И, наверное, впервые я увидела, когда на ветке водных вилл растут растения, цветут растения. Да, да, я не сказала, это у нас на водных виллах у нас зелень, да, буйная зелень. Для тех, кто не знает, как вот, хочет то ли на пляже, то ли на водной вилле, вот можно на водной вилле у тебя вокруг будет. Водная вилла базовая категория, такая яркая и так интересно, что водные и пляжные, они различаются по цветовым акцентам. Кто хочет посмотреть, друзья мои, я приглашаю в наш инстаграм. Мы были там в Милайду в инстатуре, нам очень повезло, и мы делали из Милайду большой прямой эфир с обзором вилл, где я забираю с собой ванну, где мы прыгаем в бассейн и так далее. Поэтому посмотрите, вы не пожалеете, это очень классный эфир, вы проникнетесь атмосферой однозначно. Ну и, конечно, завтраки, я просто не могу передать, спасибо большое всем, кто нас там кормил, потому что это божественно. Ужины тоже были очень классными, но впервые, наверное, на завтраках я испытала какое-то эстетическое удовольствие, когда можно сидеть 2-3 часа и не вставая оттуда. Это семья Милайду, это про семью, Милайду это про очень внутренне наполненного себя. И мне почему-то там показалось, сейчас только не смейся, Ян, что, знаете, если вот тут говорили просто, что Блиновская отдыхала где-то, не помню уж в каком отеле, вот выпускники Блиновской, если вы себя обрели и исполнили все ваши желания, вот поезжайте в Милайду, потому что там это как раз вот для супер наполненных, супер вот таких вот расслабленных людей, которые воспринимают жизнь, как она есть и живут здесь и сейчас. Наверное, вот так вот я сказала про Милайду, я не знаю, как это... Очень хорошо сказала, да, мне нравится, спасибо тебе за эти комментарии. Это просто выпускники Блиновской едут в Милайду, не надо всем только. Интересная, да, можно было бы интересную штуку сделать, хорошо. Я с хорошим, позитивным говорю, конечно, не всем, но действительно тот, кто ценит жизнь, ценит себя, это не про люкс, как именно, опять же, бриллианты. Да, да, это другой люкс. Это просто невероятно, это вот, да, это просто невероятное ощущение, конечно, и в Милайду. Я желаю всем, чтобы завершить со своей стороны эфир здесь и пожелать всем записи. Я желаю всем, чтобы вы продавали, чтобы вы были суперэкспертами по Мальдиваме, и чтобы вы могли позволить себе отдых в Милайду, не просто в фамтрипах, да, а могли его себе позволить купить, заказать и отдохнуть там, вот, за свои заработанные деньги в туризме. Мне кажется, это самое крутое вознаграждение для себя самого, вот. Спасибо, Ира, очень было приятно этот комментарий услышать от тебя. Коллеги, спасибо большое, что оставались большинство из вас практически до конца. Естественно, будет запись для тех, кто сдался все же, но тем не менее хочется что-то услышать. Про отель Universal, я была рада сегодня быть здесь, спасибо огромное. Я сейчас поставлю, выключу.